здравствуйте мои подписчики и гости канала в этом видео поговорим о литературе более конкретно тему я бы назвал так четыре уровня книг речь пойдет не только об этих уровнях но также и о тех книгах которые я уже прочитал и отзывы на которые уже вышли а также про те книги которым я приспосабливался и пытался читать несколько раз пытался начинать читать несколько раз но бросал из-за того что они были сложные на тот момент для восприятия в конце видео сделаю анонс о том что я хотел бы прочитать в наступившем году 2023 это не значит что я прочитаю все эти книги это такой список того что хотелось бы прочитать таким списком на ушедший 2022 был бодрияр и его три книги такие не 3 а 5 книг 4 я вам покажу в фабричном изготовлении это система вещей это к критике политической экономии знака это символический обмен и смерть это совершенное преступление заговор искусства и соблазна это была программа минимум на 22 год на самом деле она была перевыполнена были прочитаны и другие книги были сделаны обзоры и на другие книги сейчас в начале этого видео я не буду этого касаться а мы спустя такое небольшое трехминутное вступление перейдем к уровням книг у антона павловича чехова есть рассказ пари и там действует практически два персонажа это крупный помещик и студент юрист и они поспорили насчет того как следует наказывать преступников смертной казнью или длительным заключением студент был за второй вариант он очень яростно отстаивал свою позицию а помещик ему возражал у помещика были свои аргументы и одним из таких аргументов было то что студент и двух лет не выдержит в заключении и они долго спорили и пришли к пари собственно из-за чего начинаю из-за чего и был назван этот рассказ пари было заключено на 2 миллиона еще тех денег когда были помещики то есть девятнадцатого века и студент взял на себя обязательство просидеть во флигеле у помещика 15 лет однако помещик разрешил ему выйти на волю в любой момент когда студент того пожелает однако при этом пари считалось невыполненным и студент не получал никакой выплаты со своей стороны помещик обязуется обеспечивать всем необходимым этого студента чтобы он не попросил и вот с момента того как это пари было заключено и студент поселился во флигеле нам следует обратить внимание именно на категории и список тех книг которые просил студент пока сидел в этом флигеле в первом году студент требовал к себе книги легкого содержания детективы романы со сложной любовной интригой комедии и тому подобное в общем развлекуху со второго года пошла литература посерьезнее в основном классика на пятом году студент затребовал музыкальные учебники вино ничего не читал пробовал что-то писать но сразу же рвал написанное на шестой год пошли языки философия история в общем прорезалась жажда глубоких знаний однако судя по моим наблюдениям которые я вижу по статистике моего канала потому какие обзоры пользуются большей популярностью а у меня в основном обзоры сейчас это социология антропология очень редко я выкладываю обзоры билетристики там например мураками или там катерины ленгольд просто космос и так далее то есть обзоры которые требуют включения каких-то мозгов они пользуются меньшей популярностью чем обзоры билетристики так например обзор той же самый катерины ленгольд или же мураками уже давно набрали по тысячу просмотров а вот с бодрияром как-то не заладилось может быть я плохо рассказываю про эти книги или же действительно нет никакого интереса однако возвращаясь к антону павловичу чехову и его героям на шестой год как мы помним студент затребовал литературу по языкам философии истории и так далее то есть чтобы углубить свои знания так прошло четыре года а десятый год удивил помещика студент попросил евангелие и долго изучал эту вроде бы всем понятную книгу потом студент стал требовать много научных книг богословских трудов медицинских книг и читал много и продуктивно как вы догадываетесь студент выиграл пари но чтобы с ним было если бы на после пятого года когда он затребовав музыкальные учебники вино начал писать музыку у него не получилось он бы бросил если бы у него к началу шестого года не прорезалась бы тяга к фундаментальным знаниям к языкам философии истории и так далее то есть пять лет он по сути страдал ерундой в общем то потому что прочитать на тот момент на момент написания рассказа антона павловичем чеховом было относительно сегодняшнего времени было не так много литературы и и можно было осилить особенно в то время когда не было интернета телевизора всяких разных отвлечений типа походов в развлекательные центры кинотеатры и так далее можно было спать по восемь часов тратить минимум в времени на прием пищи я думаю что живя у помещика во флигеле помещик готов его слуги готовили и до студента еду то есть студенту даже не надо было готовить себе еду он просто мог тратить полтора часа времени на на то чтобы позавтракать пообедать и поужинать по полчаса на каждый прием пищи ну может быть 20 минут на завтрак 40 минут на обед и полчаса на ужин или вообще идти спать не ужина и что более полезным для организма так как сейчас с этим дела обстоят можно ли хотя бы на год уехать куда-нибудь отключившись от раздражителей то есть от телевизора интернета и вообще от разговоров по телефону и так далее чтобы год потратить а то чтобы прочитать хотя бы 50 книг классической литературы мы знаем что есть еще советские издания таких писателей как стендаль ремарк наших классиков это чехова бунина некрасова толстого любых толстых ой и так далее многотомные издания которые например стендали насколько если я правильно помню 20 томов пожалуйста первые полгода вот этого вынужденного нашего современного заточения и отрешение от раздражителей в виде интернета ютуба социальных сетей скроллинга и прочего и за полгода осилить 20 томов стендаля что такое полгода полгода это 26 недель то есть по сути мы будем читать пусть нужно будет какое-то время чтобы перевалить прочитанное пусть мы тратим на каждый том одну неделю в то в томе 500 страниц плюс минусы где-то 350 где-то 600 в зависимости от того какое произведение там внутри этого тома и и неужели мы не прочитаем 600 страниц за неделю если у нас ничто не будет отвлекать если у нас будет человек который будет готовить нам еду или допустим мы договоримся что у нас будет доставка ритмичная в наш воображаемый в нашу воображаемую келью еды допустим кто-то будет привозить нам на неделю пакеты еды рассованные по допустим понедельник вторник всегда четверг пятница суббота воскресенье и внутри каждого вот этого кванта поставки у нас будет разделено на завтрак обед и ужин что нам нужно будет только разогреть сейчас это возможно если в девятнадцатом веке живя у помещика ему готовил повар кухарка помещика и он имел возможность полностью быть на вот этом как так сказать максимально освободить себе время для продуктивных занятий сейчас мы заботимся о себе сами чтобы нам кто-то по нашему заказу поставлял продукты хорошо да то есть этот вопрос мы решили и 600 страниц в неделю давайте как-то мы округлим чтобы нам было удобно считать пусть не 600 в неделе 7 дней пусть будет 560 страниц делим 560 на 7 получаем 80 страниц в день вполне реально читать 20 страниц в час да разворот это 2 страницы 10 разворотов один разворот это 5 минут 6 для классической литературы вполне достойная скорость чтения где-то на каких-то страницах будет чуть медленнее где-то где-то чуть быстрее но факт тот что даже при таком расчете пусть даже будет в 2 раза медленнее чем я сказал и на каждую на каждый разворот будет уходить по 10 минут то все равно мы успеваем за один день прочитать 80 страниц мы успеваем прочитать 80 страниц сейчас какой-то пример привести из того что я читаю сам чтобы не быть голословным давайте возьмем наверно 2 книги это нет не это и вот это это 2 книги это Йохан Хейзинга или как его там называют человек играющий мы их чуть позже более подробно рассмотрим и Лурия язык и сознание я замечал время за которое я читаю эти книги вот Хейзинга немножко полегче идет несмотря на то что здесь обширные обширные комментарии к каждой главе и приходится в каждом абзаце отлистывать назад и читать комментарии практически после каждого абзаца но даже с таким отвлечением на комментарии 10 страниц 10 страниц то есть это получается 5 разворотов я читаю где-то за час примерно то то есть если при большом желании то есть тут достаточно среднего размера шрифта при большом желании эту книгу можно было бы тут 300 страниц 10 страниц за час 30 часов пусть я даже буду читать по 4 часа в день это за неделю я бы мог ее осилить но я сейчас читаю параллельно сразу 5 книг или 6 сейчас я возьму 6 книг это Бодрияр Соблазн Бергер Священная Завеса я вам покажу Питер Бергер Хейзинга Человек Играющий я вам ее показывал Лурия Язык и Сознание некоторые отрывки из Сословое Жижик обзор на который выходил чуть раньше Кукла и Карлик я эту книгу взял специально еще раз чуть позже скажу почему и Артега Игасы Человек и Люди эта книга у меня в распечатках потому что я не знаю не видел сейчас где можно купить так же как и Соблазн Бодрияра его я вам не покажу потому что он у меня сейчас лежит на окне а вставать достаточно трудоемко потому что я здесь обложился вокруг себя подготовил для нашего видео книги о которых мы будем говорить соответственно рассуждение наше подходит к тому что вполне реально тот факт что мы можем читать 50 томов опять же не произведение 50 томов классики в год не особо если у нас созданы для этого условия то есть у нас кто-то за нас готовит привозит еду как для студента этого помещика то есть мы вполне осиливаем за то есть он второй год третий год и четвертый год как мы выше выяснили читал классику то есть вполне он осиливает второй, третий, четвертый за три года он осиливает 150 томов классики то есть он читает вот все что я вам выше называл Стендаль, Ремарк, Драйзер Достоевский, Толстой Бунин, сам Чехов Гоголь много-много других которые я не назвал то есть вот все вот эти авторы Цвейг постоянно его забываю хотя у Цвейга сейчас я насколько помню только 5 или 6 томов издано в советское время может быть у него больше больше произведений но вот все что я назвал вот буквально за последнюю минуту это я отношу к классической литературе вот и то есть получается что то о чем пишет Чехов это реально в исполнении в тех условиях которые в которые он поместил своего героя далее что этот студент требует на пятом году музыкальные учебники это что? учиться играть на фортепиано учиться играть на скрипке на виолончели на тромбоне на каких-то других инструментах да и при этом он что-то пишет он получается взял пятый год у него был пятый год отдыха и размышлений если он дальше не знал может быть вот это вот занятие музыкой он когда-то хотел быть музыкантом и стать допустим композитором или играть в оркестре и так далее но логика переселила и он пошел учиться на юриста чтобы зарабатывать деньги чтобы быть полностью обеспеченным и так далее возможно возможно и вот этот год получается у него ушел на размышления на размышления о том а что дальше и опять же нужно приводить примеры от себя что-то но давайте возьмем классическую музыку не играть потому что из меня музыкант это никакой и не играть а слушать за получается год это с сентября двадцать первого меньше чем год и где-то в июле двадцать второго может быть в начале августа в конце сентября я начал в начале августа я двадцать второго я закончил я послушал сто часов это получается она в нескольких повторах это получается струнные квартеты квинтеты Моцарта это примерно одиннадцать часов чистого времени прослушивания фортепианные концерты Моцарта тут я не помню тут тоже что-то около десяти часов про прослушивание и я их слушал как и на компьютере так и на телефоне я себе закачал но на телефон я закачал себе только квартеты и квинтеты струнные там особенность вот в этой подготовке вот в этой подготовке материалов там идет только на правое ухо налевое ухо очень-очень-очень отдаленно где-то может быть только десять процентов от общей громкости которая должна была бы быть на левом ухе все остальное идет на правое ухо это специально обработанные классические произведения опять же не все классические произведения подходят под эту под эту обработку Моцарт подходит. Возможно, часть Баха подходит. Вот у меня были такие, значит, как я уже сказал, струнные квартеты-квинтеты плюс фортепианные концерты. Я думаю, что со временем появится у меня еще что-то, но это пока неизвестно что. И для чего это нужно? С возрастом у человека слух становится грубее. Как вы можете это проверить? Есть бесплатная программа Audacity. Там вы бы идете, в интернете она есть, есть 32-битная версия, 64-битная версия Audacity. Вы идете, скачиваете эту программу, запускаете и в пункте создать, или если у вас англоязычная версия, то скорее всего generate будет называться, создать. Я работаю с русской версией. Создать звук. Открывается окошко. В этом окошке два поля. Первое поле это частота. И второе поле это продолжительность. Я что делаю? 30 секунд продолжительность. И устанавливаю частоту. Начинаю с максимально возможной, которую может слышать человек. Это 22 кГц. Но там будет в герцах, поэтому 22 тысячи герц. Устанавливаете. Нажимаете ОК. Создается. Ну, типа музыка. И надеваете наушники. Обязательно в наушниках лучше, либо в закрытых, либо полузакрытых. У меня Sennheiser SX100, по-моему. Такие вот. Они накладываются сверху. И часть звука они отсекают наружнего. И в начале, а, там еще, а, в начале делайте так. Ставите только правое ухо. Запускаете проигрывание этого файла. И отмечаете для себя. Слышите вы вот эти 22 кГц? Скорее всего нет. Останавливаете. С правого уха снимаете наушник. На левое одеваете. Опять включаете. Слушаете. Левым ухом слышите? Нет. И дальше закрываете то, что вы создали. Создаете новое. Уже 21 кГц. Опять слушаете. 20 кГц. Опять слушаете. И так далее. Я думаю, что если вы старше 40, то вы в первый раз услышите какой-то звук. В лучшем случае на 14 кГц. В лучшем случае. А так, скорее всего, на 12,5. 13 кГц. При этом уже 12,5 кГц говорит о том, что если вам нюнгдит около 40. Что это уже серьезные повреждения слуха. И нужно с этим что-то делать. Вот рекомендация, которую я вам... Вы можете не искать вот эти переделанные файлы. Вы можете сами сделать. Вы заходите в настройку вашей аудиокарты в интернете. Ну, поскольку аудиокарты у всех разные, поэтому вы узнаете, какая у вас аудиокарта через настройки операционной системы. Потом вы находите, заходите в поисковую систему, набираете, как исправить баланс на аудиокарте. И вы запускаете вот эти квинтеты, квартеты Моцарта, фортепианные концерты. А в балансе вы сдвигаете свой ползунок максимально куда? Вправо. Там, где написано буква «Р». И слушаете. А наушники одеваете полностью на оба уха. Нужно минимум послушать 100 часов. У меня ушел год. То есть я слушал примерно по 15 минут. По 15-20 минут в день. Вот эту обработку. Плюс, если я к концу дня чувствовал себя более-менее хорошо, то есть не был сильно уставший, то перед сном я еще прихватывал 10-15 минут на телефоне. Что удобно. Я на телефоне слушаю только квартеты и квинтеты. И телефон запоминает, на каком моменте я остановился. То есть если я полностью прослушал всю наборку, это где-то около 11 часов, то я себе на бумажке записывал. Плюс 11 часов. То есть получается так, что на компьютере у меня шло свое отсечение, если я слушал через компьютер, свое отсечение по времени прослушивания. А на телефоне свое. Но на телефоне я брал, когда я целиком послушаю, а на компьютере я вот захотел послушать там 4-й фортепиано-концерт. Я его нажал, послушал 15 минут. И я записал себе, что я послушал 15 минут. На следующий день я мог послушать, допустим, начало 20-го фортепианного концерта. И так далее. То есть не было привязки к тому, что я должен послушать от начала до конца. Но вы можете настроить у себя на компьютере, то есть где-то найти эти файлы и послушать, вот как я вам сказал. То есть сделать только на правое ухо. В телефоне есть программа АИМП. То есть там тоже можете зайти в настройки и сделать так, чтобы у вас был смещен баланс направо, на R. И слушать. Опять же, не затычки ушей, не затычки, а либо полностью закрытые наушники, либо накладные, вот как Sennheiser, допустим, PX100. Далее. Продолжим опять про музыку. Пока продолжим. И что мы делаем? И после этого еще рекомендуется при работе, перед тем, как вы начнете работать с прослушиванием классики на правое ухо, сходить и сделать тонометрию. Это центр хорошего слуха у вас в городе или аудио какие-то центры, центр хорошего слуха и так далее. То есть, там импедансометрия, тонометрия и так далее. И попробуй, и как-то попросить сделать, чтобы вам сделали не до 8 кГц, а хотя бы до 16. Потому что, когда я ходил, я не догадался попросить, чтобы мне сделали до 16 кГц. Хотя, я вот, как я вам выше рассказывал, ранее рассказывал про Аудасити, у меня получается на правое ухо 15,5 кГц, на левое 15 кГц. Я мерил сам себе. А когда мне делали тонометрию, оказалось, что делают на оба уха и выдают вот такую прямоугольную диаграмму. Чем выше линия толстая идет кверху, тем лучше слух. Не помню сейчас, какие у меня там показатели, но врач, который делал это, сказал, что все нормально. То есть, пока беспокоиться не о чем, но нужно, поскольку уже как бы возраст, нужно регулярно проверяться, хотя бы раз в 3 года проверять слух. Почему? Потому что, если падает вот эта чувствительность уха, то, во-первых, человек начинает хуже говорить, он начинает хуже слышать и начинает хуже говорить. У него более нечеткая речь становится из-за того, что человек хуже слышит то, что ему говорят. Неважно, что это телевизор или это человек, который рядом стоит и так далее. Кроме этого, человек не может одновременно воспринимать сигналы от 2-3 разных источников и разделять их. То есть, у него вот эти 3-4 разных источника, они сливаются в какофонию звуков. Это тоже плохо, потому что в каких-то ситуациях нужно четко слышать, откуда идет звук, что там, какая там информация и быть внимательным к этому. Так, это мы про музыку. Про музыку у меня еще есть одна книга. Как перед тем, как мы перейдем уже к литературе, соответственно, собственно. Это музыка силы жизни. Эта книга у меня очень давно. Уже, наверное, больше 10 лет. Я по ней делал обзор. Сейчас, одну минуту. Она выпущена в 2006 году, но я ее покупал или в 2010, или в 2011 году. Я ее прочитал, сделал закладки на те программы, которые дает Юсвин для развития интеллекта с помощью музыкальных программ. И собрал то, что я мог собрать. То, что я мог собрать, я собрал те файлы у себя в отдельные папки на компьютере. Конечно, не все. Потому что казахские QE искать или какие-то специфические напевы вологодских бабушек. Или еще какие-то вот такие песни народов Северной Индии. Или еще чего-то такого. То есть такая экзотика, которую тяжело найти в России. Даже на дисках или где-то на музыкальных развалах. То есть это нет. Вот эта книга, она дала такой толчок, что вначале я собрал эти мелодии, я собрал эти мелодии, начал их слушать. И вот как раз, скорее всего, наверное, где-то вот в эти моменты перешло. Перешло с чтения билетристики. То есть у меня я читал Мураками я читал, Фантастику я читал и так далее. Стругацких я читал. Хотя с Стругацких многие относят ко второму типу, то есть к классической литературе. Но я не соглашусь с этим. Где же они где? Сейчас один момент. Стругацкие, да. Вот это это самая последняя книга, которую я прочитал. Гадкие лебеди. Это, наверное, год, наверное, 16-17. Град обреченный я читал два раза. Один раз в 99-м, второй раз, ну, наверное, в 16-м. Не помню. Второй раз, когда читал. А в 19-м, в 99-м я читал, потому что это было как раз перед тем, как я пошел в университет. И вот это я отношу к первому типу. То есть детектива, романа и так далее. Мураками туда же. Мураками туда же. Хотя я читал Мураками в каком году у меня был? 19-й год, когда я купил новые его книги. Это 1Q84 и убийство командора. Но разница в восприятии. То, что я читал Мураками в нулевых годах, я считал, что это очень хорошо. Это очень хорошо. Мне очень нравилось. Хроники заводной птицы, которые я мучил три месяца, потому что там вот такой вот фолиант толстый. И я его все-таки закончил читать. Потом Страна чудес без тормозов, Дэнс Дэнс и так далее. Читал, что я это очень хорошо. Я ходил, я покупал эти книги, читал и так далее. То спустя, ну по сути 15 лет, то есть там где-то читалось это 4, 5, 6, 7 год. Здесь это 19 год. Я читал убийство командора 1Q84. И во-первых, я не получил того удовольствия, которое я получал тогда. Во-вторых, это показалось все очень плоско, пресно и избита. И то есть вот это как раз как раз вот этот переход с одного уровня на другой, когда книги предыдущего уровня кажутся ерундой. Уже кажутся ерундой. и я читал таких тоже они разрекламированы в интернете, что вот это супер литература, а берешь и начинаешь читать, ну ну а почему? Почему она супер? Что там такого супер, например, в Олеге Рое? Меня хватило, я купил в Покетбуке, прочитал его роман про то, как человека, который умер, его ангелы с небес на землю возвращают в тела других людей и предлагают вот давай ты выберешь кто из них, вот из тех, кто тебе предложил, кем был ты. И потом, когда он вот этот круг делает, ему по-моему четыре человека предложили, и он делает вот этот круг и говорит, что это все не я. И они, вот эти ангелы ему говорят, да, это не ты, ты правильно определил. Ерунда сюжет. Как можно поддаться на отзывы, поддаться на отзывы, которые были, распиарили эту книгу, так же, как поддаться на отзывы о том, что Вербер у нас суперавтор с его муравьями и прочим. то есть тоже в новых мыслях, то есть какие новые мысли? Пустота. Та же муравьи и еще я что-то читал про тоже, наверное, тоже, наверное, Вербер, но книги у меня нету показать, я не знаю, может быть, я ее выкинул, потому что там вообще непонятные мысли и непонятно, о чем вообще, к чему ведет. Там разбивается самолет в самом начале, человек попадает что-то типа на небо или в рай или в приемную рая, ему говорят, что ты набрал там 590 баллов, а надо 600, чтобы стать ангелом, и он, этот человек, подает апелляцию, находит себе какого-то помощника среди ангелов и говорит, слушай, помоги мне, мне не хватает 10 баллов, сделай мне апелляцию перед судом. И он идет, вот этот ангел, говорит, что нет, нет, вот факты, вот этот факт из его жизни, вот тут он помог, вот он не отказался и так далее, дайте ему еще 10 баллов. И вроде как Верховный суд, этот высший суд соглашается дать этому вот умершему еще 10 баллов, 600, и он становится ангелом. И этому ангелу дает подопечных 3 человека, которых он как-то должен оберегать. От и оберегать, и второй момент, он должен их вести по жизни. То есть, если этот человек что-то хочет, то ангел каким-то образом подает знак, чтобы этот человек пошел по этому пути. Или не пошел, чтобы защитить этого человека. тоже. Это, по-моему, Бернер Вербер, но я не помню, как называть эта книга. Совершенно не помню. И то есть, вот уже получается, что я начал читать более-менее серьезную литературу в 2016 году. То есть, большой разрыв между тем, когда я прочитал музыку «Силу жизни» и начал составлять эти музыкальные программы и делать и слушать их. И между тем, когда я перешел к чтению каких-то более-менее серьезных книг. Сейчас остановим запись. Я достану несколько этих книг и мы про них коротко поговорим. Начнем с Мортимера Адлера. Вот тут большая путаница бывает. Если человек сразу находится в каких-то двух параллельных сообществах социологическом и техническом, то тут возможны пересечения. Потому что есть еще Юрий Петрович Адлер, который писал про полнофакторный эксперимент. Но про него мы не будем в этом видео, хотя книга очень полезная для тех, кто проводит эксперименты и готовит их. Мортимер Адлер. Как читать книги? О чем? Когда-то давно, еще, возможно, в 20-м году я делал выжимку из этой книги. Про что? Если у вас есть проблема с чтением серьезной литературы, то есть это получается вот эти как раз шестой год по Чехову, это языки, философия, история и так далее. Начать вот с этой книги. Начать с Адлера, потому что он дает методику чтения книг, как найти общий язык с автором. То есть первое прочтение это всегда вы выписываете, то есть да, вы читаете, но вы выписываете себе словарь всех незнакомых терминов. Даже если эта книга на русском языке. Вот так я делал, очень мне книга это помогла, когда я начал читать Бодрияра, потому что у Бодрияра, особенно в первой книге «Система вещей», вот здесь, очень много социологических терминов. То есть тогда он еще, когда только начинал писать вот эти книги, он тогда еще был больше социологом, чем философом, которым он стал уже позднее, начитавшись Маклюина, начитавшись Деррида, Делеза и так далее. И у него, вот если мы открываем эту книгу, и вот я с первого раза я и не могу попасть на эти, то есть у него бывает так, что у него страница есть с простым текстом, просто обиходный текст, который можно понять с полточка, а есть такие страницы, когда очень много, то есть там такие слова, так, дискурс, антология, эпистемология, перверсивный, субверсивный, монада и так далее. То есть вот эти специальные термины. Так что я сделал? Вот в отзыве, вот на эту книгу, будет, все ссылки будут в описании, в отзыве я прям поместил внизу в описании ссылку на словарь, потому что невозможно понять, что он пишет, если нет словаря, который бы переводил вот эти все монады обсессии, перверсии, дискурсы и так далее на понятный язык, чтобы была расшифровка, допустим, монада, тра-та-та, обсессия, та-та-та, сейчас вот эти два слова, интериоризация и экстернализация, вот это, конечно, вообще просто, но эти слова я узнал из книги, так, сейчас, сейчас я ее попытаюсь найти, да, вот она, к ней мы еще позже вернемся, о, вот из этой, социальное конструирование реальности, ее особенность, мы потом, попозже про нее поговорим, вот, вот эти два слова, поэтому было как-то полегче, и еще про дискурс я знал, вот эта книга, опять же, Мортимер Адлер, это 16-й год, полезно была, то есть, как раз переход от билетристики к билетристики и классической литературе, опять придется сделать, как сказать, байпас, да, то есть, от ответвления, от общего нашего сюжета и канвы на моего рассказа, и затронуть ту тему, почему у нас в школе нас просто заставляли читать классическую литературу, мы писали по ней сочинения, именно поэтому, что вот эти 11 лет, которые человек проводит в школе, это единственный возможный шанс в жизни, во всей жизни человека, когда ему возможно дать вот этот второй уровень книг, второй уровень книг чего-то посерьезнее, чем билетристика, и хотя бы, ведь там же не только классика современная, современная, ой, как же это я, слово я забыл, скажем так, последних 300 лет, ну, стендаль чуть попозже, вот чуть пораньше был, там, по-моему, 15 век, 16 век, но мы сюда добавляем еще Гомера, Илиада, Одиссея, у меня Вергилия, Энаида, то есть это тоже, это тоже, по крайней мере, в мое время, когда я учился в школе, мы это проходили, мы это проходили, и нам давали разбор персонажей, что каждый персонаж хочет, почему он это делает, почему с точки зрения, допустим, современных подходов это неправильно, как нужно было поступить в той или иной ситуации, понятно, что для школьника это тяжелый труд понять, что написано в классической литературе, но и с другой стороны, это единственное, по сути, время, когда человек может прочитать эти книги, потом начинается институт, когда нужно сдавать кучу рефератов курсовых, ездить на практику, приобретать профессиональные знания, то есть уже будет не до классики, и потом, когда человек выходит на работу, ему уже тоже не до классики, ему вообще не до чтения литературы, а там уже возможно, что и семья появляется, дети, и человек, дом, работа, детский сад, школа, уже ребенка, и все, и ему некогда читать, то есть он просто не успевает, ему не хватает времени жизни, свободного времени жизни, то есть получается, что человек свободен только в эти 11 лет, и чаще всего он не понимает, куда ему нужно идти, а сейчас вообще получается так, что если в наше время, в 90-е года, когда мы учились в школе, у нас был телевизор, и нам дали вот это кабельное телевидение с 30 каналами новыми, обрадовались все, мамы, бабушки, что у них появилось много сериалов, и так далее, детей туда подключали, а есть возможность, а сейчас это интернет, ютуб, это у нас кто? Просмотры футбольных матчей с комментариями, просмотры всяких роблоксов, и так далее, которые отвлекают время, то есть ребенок посидел, посмотрел эти обзоры час, да, вместо того, чтобы прочитать что-то хорошее и получить какую-то новую для себя информацию, а все, что мы не читаем в школе вот за эти 11 лет, это по сути все новое, то есть нету ничего, чтобы повторялось вот в этой подборке литературы, которую нам дают как обязательному чтению, но к сожалению, поскольку дети без надзора, родители работают, соответственно, они выбирают вместо чтения книг, они выбирают интернет, что вполне разумно, потому что мозг это такая штука, которая не любит напрягаться, вот про это мы поговорили, теперь давайте возьмем вот этого человека, про которого я пытался делать обзор, наверное, несколько раз я садился, но к сожалению никак у меня не срасталось, поэтому обзора не будет, будет краткая вставка в этом видео, это Эрик Берн, игры, в которые играют люди и люди, которые играют в игры, это школа Зигмунда Фрейда, по сути у нас в психоанализе во всем мире родилось только две школы, это Зигмунд Фрейд с его бессознательным и Юнг с Анима Анимус, и почему не родилась третья школа непонятно, что нам дает Эрик Берн, он говорит, что люди играют, и что эти игры они нужны для того, чтобы получить внимание другого человека, и что от этих игр нужно избавляться, что они вредные, что у нас есть разделение на взрослого ребенка и родителя, и что человеку нужно растить взрослого в понимании Эрика Берна, который отвечает на вопрос а зачем, а почему, а что, а какая выгода и так далее, но при этом пускать иногда ребенка, чтобы он порадовался своего внутреннего ребенка, чтобы он порадовался на какие-то плюшки вкусные, и не давать родителю точить мозг, родители говорят, вот это надо сделать, или ты должен это сделать, это родители, но в противовес ему выступает другой автор, которого мы сегодня уже, сейчас, одну минуту, я опять потерял эту книгу, как же так, ладно, пока про Берна еще поговорим, и удивительно вот с этой книгой то, что она у нас издается где-то с 2006 года, вот сдвоенная, потому что я видел ее еще у нас, когда еще был книга мир, эту книгу, но я не видел до сих пор этой книги в электронном варианте, я не понимаю, что такого в этой книге такого, в этой книге, что она не издается в электронном варианте, сейчас одну минуту я найду в противовес Берну, который говорит, что игры это зло, и что с ними надо бороться, у нас есть Хёйзинга, человек играющий, который говорит, что игры это неотъемлемая часть человеческой культуры и он приводит примеры начиная с Древней Греции и прослеживает на мифах, на легендах, на текстах, прослеживает эту игру вплоть до современности, игру политику, игру и войну, игру и отношения в обществе и так далее, то есть он говорит, что игры это естественно и скорее Хёйзинга ближе к истине, чем Берна. Но Берна интересно почитать как концепцию, но не принимать эту концепцию на веру и уж тем более не начинать других тыкать в то, что они играют. Так, это мы пока отложим. Давайте дальше. дальше мы идем, ну давайте наверное вот эту книгу «Стратегия». Эдвард Лютвак очень сложная книга. Я ее читал в 16-м году и я ее не дочитал, я ее прочитал буквально может быть 40%. Сейчас, одну минуту. Поэтому на нее не было обзора и уже наверное не будет. только одна мысль, которая я отсюда могу взять. Это что? У нас есть два типа действий. Это когда мы достигаем своей цели, тратим на это ресурсы, и получаем больше, чем мы потратили на достижение цели. И второй вариант. Когда мы достигаем цели, мы тратим ресурсы и получаем меньше, чем затратили ресурсов. Так вот, первая цель. Когда ресурсов потрачено меньше, чем получено в результате достижения цели, это техническая цель. Второй тип цели. когда ресурсов потрачено больше, чем получено при достижении целей. Это символическая цель. Вот эти две, ну это получается одна концепция, но двухполярная. Техническая цель и символическая. Вы когда даже как какой-то пример привести, пример привести, но с России это не очень хорошо. Вот в США, давайте возьмем, у них есть система образования, которая насквозь платная. то есть, если вы идете в вуз, то вы платите. И очень дорогое образование. То есть, если в 70-х годах еще вот это высшее образование, оно имело смысл, потому что там, скажем так, соотношение того, что человек платит за образование, допустим, он даже берет образовательный кредит, неважно, но он этот кредит может просить в обозримом перспективе, допустим, в течение 10 лет после окончания вуза, то сейчас надо очень крепко подумать, прежде чем идти учиться в университет в Америке, платить деньги за это, особенно, допустим, возможно, это оправдано для медиков, и я сомневаюсь, что это оправдано, допустим, для инженеров, потому что, допустим, медик заплатит 2 миллиона долларов за свое образование, 2 миллиона долларов за свое образование, потом он пойдет работать, у него будет зарплата 200 тысяч, 250 тысяч долларов в год, но он за 20 лет отдаст этот кредит образовательный, может быть, за счет того, что, допустим, Начинающий он получает чуть меньше 200 тысяч долларов, опять же, зависит от специальности. Потом он будет расти, у него будут какие-то бонусы, он будет расти профессионально, он будет расти в должности, в деньгах и так далее. И он эти деньги отдаст. Но по сути, сейчас получилось, что высшее образование в Америке превратилось в символическую цель. То есть, когда ресурсов тратится больше, а отдача меньше или ее нет вообще. Так и подумать, если вот эта мысль, то есть, опять же, я ее не могу до конца сделать пример, потому что, опять же, есть какое-то, возможно, недопонимание. Это вот еще одна книга, тоже 16-й год. Сейчас я подумаю, какую сделать, давайте, наверное, вот эту вначале, миф-машины. О чем? Льюис Мамфорт, 70-й год, миф-машины. Давайте, какие у нас есть машины? Он говорит именно про социальные машины, про машины в обществе. То есть, то, что работает по инструкции. Это армия, университет, правительство и так далее. Здравоохранение, образование, машина. То есть, есть инструкция. По этой инструкции работают люди, которые работают в этих отраслях. И вот эти инструкции очень тяжело изменить. То есть, должно произойти что-то из ряда вот выходящее, чтобы какой-то маленький пункт инструкции поменять. Это такие вот бытовые, такие простые примеры, чтобы от нее не углубляться далеко. И второй момент, который он здесь описывает, это власть. Не совсем углубленно. Основная мысль, которую он пытается донести, это то, что власть нужно завоевывать. Власть просто так не дается. Не дочитал я ее немножко до конца. Поэтому тоже обзора на нее не было. Далее две книги. Это «Морфология сказки». Владимир Проб. Скорее будет полезна для того, кто пишет сценарии для фильмов. Но некоторые люди берут себе на вооружение. В чем смысл морфологии сказки? Владимир Проб – это в 20-е годы 20-го века. Исследовал много сказок. Афанасьева сборников исследовал. И установил структуру сказки. Это «Герой покидает дом». Герой или дом покидает героя, если, допустим, его родственники умирают на пожаре или еще как-то. Отправляется в… У него есть недостача у этого героя какая-то. Например, найти невесту. И он отправляется в путешествие. Он идет и встречает волшебного помощника. Волшебный помощник, до того, как он узнает, что это волшебный помощник, он не знает этого героя. И он также не знает, что ложный волшебный помощник может вести себя так же, как волшебный помощник. И волшебный помощник, вот этот, он дает ему какое-то задание. Или просит его сделать что-то, чтобы проверить, а готов ли этот герой принять эту волшебную помощь. И волшебный помощник появляется. Герой идет дальше странствовать. Возможно, он дает этому… Допустим, волшебный помощник, как может выглядеть? Допустим, медведь застрял в капкане. Помоги мне, Иван. У меня там медведица с медвежатами ждут. А я тут застрял. Меня сейчас убьют. Кто будет защищать мою семью? Ну, Иван помогает. А за это медведь ему дает клубочек волшебный. Или зеркальце. Или еще что-то. Что помогает герою в его странствии. И так далее. То есть, вот этот Владимир Проб, он расписал. 31 акт. Который отвечает за конкретную позицию в сказке. Некоторые из этих актов могут отсутствовать. Но в конечном итоге последний, последний 31 акт – это воцарение. То есть, человек получает царство. Но прежде он проходит, что испытание. Далее. Еще одна книга, которую я прочитал практически на одном дыхании. Потому что где-то я уже, возможно, был готов к этой информации. То есть, как мы выше с вами про Чехова говорили. Жажда глубоких знаний. Вот эта книга. Эрик Хофер «Истинно верующий». Эта книга, она, да, была мной прочитана практически за один присест. В 16-м году. Сейчас она выходит. И она есть в магазинах. Под названием «Человек убежденный». Это, по сути, сам издат. Эта книга. Вот в таком переплете. Здесь у меня закладки. И эта книга, хорошо с нее начинать. Знакомиться с философами. Так же, как хорошо начинать с человека и люди. Но здесь нужно помнить о том, что это компетитивный труд. То есть, человек был слепой. Практически 10 лет своей жизни. Он ослеп где-то в 6 или в 7 лет. И прозрел уже ближе к зрелости. Но, как только он прозрел, он начал читать. Много читать. И он работал, чтобы много читать, он освобождал себе время. И он работал разнорабочим на стройке, на заводах и так далее. Таким образом, он не утруждал себя думанием о делах других людей. Потому что, что такое разнорабочий? Он пришел, ему сказали, что сделать, он пошел делать. При этом, он мог обдумывать те мысли, те концепции, которые он прочитал накануне. К тому же, что такое разнорабочий? Это значит работа по сменному графику. То есть, когда-то у него выдавалось время на то, чтобы читать. Ходить в библиотеку. Находить там какие-то труды. Их читать, анализировать, выписывать оттуда и так далее. Так родился труд истинно верующий о массовых движениях. Он интересен для тех, кто вообще не знаком с философией или знаком с ней по институтскому курсу. Для того, чтобы начать интересоваться, язык здесь довольно-таки простой. Но требует применения житейской мудрости. То есть, если вы где-то работаете, учились, то вам вполне достаточно этого опыта для того, чтобы освоить эту книгу. И, как я уже выше говорил, вот те книги, которые мы с вами обсуждаем последние 10 минут, 15. Те книги, из которых, по сути, и началось вот тот толчок, который был для меня дан в 16-м году, 17-м году к чтению. К них, к возвращению к чтению серьезной литературы. Которую я забросил после окончания университета. Потому что я считал, что моя учеба закончилась. И я снова вернулся к биетристике, там, мураками, детективы и так далее. И вот эта книга, она тоже была таким толчком. Что я увидел, что есть те мыслители, которые могут показать мир с другой стороны. И если мы суммируем Антона Павловича Чехова, то мы можем выразить 4 этапа развития человека. Переболеть развлекательной чепухой. Постепенно добраться до серьезного. Ощутить скорбь от того, что нет глубокого образования. И начать восполнять пробел. Где-то в другом источнике я видел другое деление книг. На 5 уровней. Первый уровень это тривиальный. То есть, это как если мы по взрослом возрасте берем детские книги и начинаем их читать. Да, ребенку интересно. Для него это ново. Но для нас это тривиально. Второй уровень книг. Это те книги, которые для нас скучные. Они до тех мыслей, которые изложены в этих книгах, мы сами дошли 2-3 года назад. Книги, которые находятся на одном уровне с нами. Это третий уровень книг. Эти книги мы воспринимаем спокойно. И они для нас нормальные. И скорее всего мы их используем для того, чтобы с помощью этого автора, текста этого автора, упорядочить какие-то знания, которые у нас уже есть. Четвертый уровень книг. Это книги, которые мы, мысли из этих книг и концепции из этих книг, мы бы сами до них дошли спустя 2,5-3 года жизни. Пятый уровень книг, самый тяжелый. До тех мыслей, которые говорит автор, до тех концепций, которые он предлагает, мы смогли бы добраться в своей жизни только лишь через, больше чем через 5 лет, может быть через 7 или даже через 10 лет своей жизни, мы смогли бы сами добраться до этих концепций. И здесь я стремлюсь к тому, чтобы выбирать книги из четвертого и пятого уровней. Но, к сожалению, когда я беру четвертый уровень книг, такая книга у меня, я, когда ее начал читать, она мне показалась именно из этого уровня. Это Грегори Бейтсон. «Священное единство. Дальнейшие шаги в направлении экологии разума». Как раз я ее читал в 2020 году. Скорее всего, скорее всего, уже вот к текущему моменту, если бы я ее не читал, я бы уже, наверное, добрался бы до этих мыслей, которые здесь изложены. Однако, два года назад, они были, эта книга была очень полезна. Ну и я все-таки планирую ее еще раз перечитать после того, как прочитаю первую часть. «Шаги в направлении экологии разума». Четвертый уровень книг. Скорее всего, к пятому уровню книг я могу отнести, вот на текущий момент, на момент, скажем так, середины, во-первых, середины 22-го года, конца 22-го года, начало 23-го года. Возможно, что пройдет какое-то время, и эти книги перейдут немножко в нижнюю категорию. Во-первых, это Бадрияр, Жан Бадрияр, система вещей, к критике политической экономии знака, символические обмены смерти. Ну, я бы сказал так, что символические обмены смерти, наверное, к четвертому уровню я бы отнес, а вот систему вещей, наверное, все-таки к пятому. Додуматься до такого самому, не будучи социологом, не работая среди социологов, это очень тяжело. Это нужно иметь какие-то нетривиальные мозги. Далее. Человек, говорящий, эволюция и язык, скорее на стыке третьего и четвертого уровня, потому что я какое-то время назад слушал Черниговскую, Татьяну Владимировну. Она много брала цитат и из Хомского, и из... Ну вот опять эта книга потерялась. Что же это такое? Одну минуту. И из Хомского, и из Лурия. Вот на текущий момент Лурия, я его прочитал где-то половину, обзор будет попозже, я скорее отнесу Лурия к третьему уровню. Потому что часть из текста я читал ранее, либо слышал выдержки в передачах тогда, помните, в нулевых годах по НТВ была передача у Гордона. У нашего Гордона, у российского Гордона, чтобы вы поняли о чем я говорю. Где-то в 12 часов ночи начиналась эта передача, они сидели в такой затемненной студии, и он приглашал там каких-то умных людей, профессоров, докторов наук и так далее. Вот они общались на разные умные темы. Скорее всего, часть информации проскальзывала вот в тех передачах. Почему я не могу сейчас воспринимать эту книгу как прорыв? Какая книга... А, вот еще, вот эту книгу хочу. На момент прочтения, то есть это осень 19-го года, зима 20-го, Бергер и Лукман «Социальное конструирование реальности» скорее было ближе к четвертому уровню, чем к третьему. Но вот эта книга дала очень хорошую базу. Для того, чтобы читать Бодрияра, для того, чтобы начать понимать слова Ярыжика, куклы и карлик, вот про эту книгу хочу чуть-чуть подробнее остановиться. Я ее купил где-то девятый-десятый год. Я сейчас посмотрю год издания, минуту. Две тысячи девятый. Значит, да. Девятый-десятый год. Обзор я уже сделал на эту книгу. Однако, я захотел вернуться еще раз к этой книге, еще раз ее прочитать. В десятом году я начал ее читать. Я ничего не понимал. Потом я отложил. Начал читать еще раз в четырнадцатом году. Оселил чуть больше. Потом я ее кое-как дочитал. Более-менее. То есть до конца. А сейчас, после того, после того, как я прочитал, Бергера и Луквана, после того, как я прочитал Бадрияра, я не буду все их показывать, Бадрияра, после того, как я прочитал Бейтсона, Бейтсона, что я еще, минуту, опять же, буду показывать. Эта книга «Куклы и карлик» стала более понятной. Потому что есть уже есть уже словарь социологический со всеми его перверсиями, субверсиями, монадами, экстернализацией, интернализацией и так далее. Знаю, что такое «Агон» и «Агональный». «Агон» – это игра. Но игра не только, как вот дети играют, но игра – это в большем смысле. Это из Хёйзинги. И, соответственно, эта книга заиграла другими красками. То есть она, если она 10 лет назад, она, может быть, даже была где-то очень высоко, на вершине пятого уровня, то теперь она спустилась ниже и, возможно, она ушла на четвертый уровень уже. Текст воспринимается более просто, более... И, возможно, что чтение вот этой книги заставило меня задуматься о том, что я многого не знаю. Я ее читал перед сном и, возможно, вот как бы нейронные связи начали выстраиваться, новые. Плюс, кроме этого, мне помогало, скорее всего, «Музыка с силой жизни», то, что я слушал программы из этой книги. И это помогло мне выйти на вот те книги, которые я прочитал, чтобы набрать недостающей информации для понимания куклы и карлика и уже с новых, с нового понимания ее прочитать. Какие книги еще могут стать пятым уровнем? Скорее всего, вот сейчас мы уже переходим к к тому, чтобы составить план на 23-й год по чтению. Но прежде, чем мы к нему перейдем, я хочу показать вам две книги. Так, вот это мне уже одну минуту. Вот эту книгу и вот эту книгу. Значит, а, да, прежде, чем мы перейдем, вот эта книга «Мораль господ» Ницше, вроде бы, вроде бы, пишет понятным языком, но не к чему в опыте и в жизненном опыте и в прочитанных книгах предыдущих не к чему привязать то, что он пишет. Возможно, возможно, что вот эта книга как раз на стыке четвертого и пятого уровней. И возможно, что я еще пять лет пройдет и для меня она будет уже уровень третий, что я пойму, о чем речь, или где-то на стыке третьего и четвертого уровня, как раз время пройдет, опыта больше будет. Но есть, которые на текущий момент они являются именно пятым уровнем. Одна книга, это однозначно, это Альфред Коржипский. Я делал, на первую книгу я делал обзор Альфред Коржипский, «Наука и психическое здоровье», книга 1, которая переведена до сих пор не полностью, но из того, что переведено, я распечатку прочитал. и сейчас у меня лежит уже в таком издании в твердом переплете вторая книга. Я надеюсь, я до нее доберусь. Я ее ставлю в план на 23-й год. И я надеюсь, что я начну ее читать. Несмотря на то, что я уже начинал ее читать, но потом я понял, что нужно все-таки прочитать первую книгу. Вот это, я думаю, крепкий пятый уровень. И еще один крепкий пятый уровень, на который на который я надеюсь замахнуться также в 23-м году. Это Мираб Константинович Мамардашвили. Начну, буду начинать с беседа о мышлении. Если я их осилю, здесь 800 страниц. Если я их осилю, но здесь еще где-то диск был. Может быть, я буду методом параллельного чтения его осваивать. Это когда вы берете книгу, открываете, вы читаете, а в ушах у вас запись голоса. В чем сложность с Мамардашвили? В том, что несмотря на то, что он вроде бы работал в Советском Союзе и был одним из на тот момент современных философов, он в основном все его труды это расшифровки лекций. И в этих расшифровках лекций есть пробелы. И я надеюсь, что читая и слушая записи, я смогу прорваться через его мысли и вместе с ним выйти на новый уровень. Чтобы для меня пятым уровнем стало что-то другое. И я сейчас переложу книги, сделаю паузу, переложу книги и продолжим. Продолжая. Тот же пятый уровень и Федор Геренок Метафизика Пата. Хотя на эту книгу я сделал обзор и я прошло не так много времени с момента обзора, поэтому до сих пор я считаю эту книгу для чтения перед сном не хватает для понимания опыта, не хватает начитанности. О чем пишет автор в своих рваных фразах? А да, мне сделали замечание, что правильно говорить Геренок, но я буду уверен себе и буду говорить Геренок. Так мне удобнее. И вот эту книгу я все-таки надеюсь пару раз прочитать в течение следующих пяти лет. Может быть она устаканится у меня, уляжется в голове. Далее. сейчас поговорим о тех книгах, которые я читаю вот прямо сейчас. Это так, я сделал список. Давайте сейчас соберу. Про куклу и карлика мы уже поговорили. Далее, попроще литература. Это Хосе, Артега и Гассет «Человек и люди». Здесь это книга третьего уровня. Но я рекомендую, я рекомендую, она есть в интернете, где-то на народе, на сайте лежит, в распознанном виде. И я вот рекомендую вот эту книгу «Человек и люди» Хосе, Артега и Гассета кому? Тот, кто только начинает читать философские книги. Вот в «Человек и люди» Хосе, Артега и Гассет простым языком показывает, как строить философские рассуждения. Он берет какой-то объект или предмет или человека или другого человека, вводит их в повествование и рассказывает, что это так, а это вот так. Такие между ними отношения. Почему так? А какие могут еще отношения? Почему так? И так далее. То есть как раз вот этот крепкий третий уровень для меня сейчас. Потому что вот эта книга дает возможность собрать в голове все мысли, которые у меня были по социологии, философии, в какую-то простую форму. И возможно вот эта книга для многих станет фундаментом для изучения философии. Далее. Александр Лурия «Язык сознания». Сборник научных статей Лурия и его коллег по тому, как работает язык, как язык влияет на сознание, что было первично, внешняя речь как средство коммуникации с другим человеком или внутренняя речь как средство командования самим собой. Так вот, здесь я остановлюсь, потому что две противоположные школы. Как раз я специально взял эти две книги, чтобы почитать с двух сторон мнение. Хонский говорит, что внутренняя речь появилась раньше внешней. То есть вначале человек для себя называл предметы каким-то образом огонь, полено, дерево, дождь. Ну, это в нашем языке. Когда-то там было как-то по-другому. Может быть кап-кап, треск-треск, бум-бум. Неважно. Для себя. Для того, чтобы отграничить один предмет от другого. Объект, объект. Один объект от другого. А Лурия является сторонником другой точки зрения, что язык появился как средство коммуникации, общения. Интересно почитать. И он приводит, он приводит исследования, научные исследования, которые были сделаны в Советском Союзе и с умственно отсталыми детьми, и со здоровыми детьми. И приводит, скажем так, семантические поля и связку между двумя разными словами. Но на самом деле он брал 30 слов. 30 слов и показывалось, была сделана таблица, связки о том, насколько одно слово близко к другому. по мнению испытуемых эта книга. Далее. Хихёйзинга Хомо Люденс Монументальный труд. Несмотря на то, что тонкая книга, ну достаточно для такой тонкой книги достаточно крупный шрифт. И в чем затруднение при ее чтении? В том, что много комментариев. То есть буквально я читаю один абзац комментарий, один абзац комментарий, иногда в одном абзаце по 2-3 комментария. Отсылки на мифы, легенды, на викингов, на древнюю Грецию, на древний Рим, на Индию и так далее. То есть человек собрал это как сейчас сказали реферативный труд. То есть он собрал и проанализировал множество источников и сделал вывод, что каким образом у нас человек, что у нас человек и что игра является неотъемлемой частью человеческой культуры. Это Хюзинга. И Соблазн Бодрияра это скорее всего последняя книга, которую я я планировал прочитать и прочитал в 22-м году, что мне интересно было Бодрияра. Вот все книги, которые я сейчас демонстрировал последние 5-10 минут, на них отзывы на часть либо вышла уже, либо выйдет в ближайшее время, потому что я отзывы записываю с небольшой задержкой, потому что мне нужно составить план отзыва, мне нужно почитать, что другие писали про эту книгу в интернете, чтобы составить свое впечатление, потом добавить свои эмоции и так далее. Поэтому небольшие задержки есть. И Питер Бергер «Священная завеса». Про что? Элементы социологической теории религии. То есть Питер Бергер как чистый социолог, книгу которую я вам не демонстрировал это социальное конструирование реальности, а священная завеса вышла после. То есть в начале социальное конструирование, потом завеса. И в самом начале завесы Питер Бергер пишет, что это его труп, его мнение. И Лукман, который был с автором в конструировании реальности, никакого отношения к завесе не имеет. И Бергер говорит, что не хочет тащить кого-то другого в эту тему, потому что она довольно-таки специфическая и он если он где-то ошибется, то он все шишки примет на себя. Прочитал я где-то тоже книжечка тонкая и я думаю я ее осилю скоро. И переходим, как я обещал, к плану чтения на 23-й год. Опять же сумбурно будет немножко. Я его составил этот план первой книги. Грегори Бейтсон это шаги в направлении экологии разума это те, которые были изданы, книга, которая была издана при жизни Бейтсона, куда включены все труды до 1972 года. Которую я раньше книгу демонстрировал, которая священное единство, это компиляция трудов уже с 1972 года до 1980 года. И эту компиляцию делал ученик Бейтсона, уже после его смерти. Далее. Грегори Бейтсон Ангелы страшатся? Почему? Только лишь потому, что Бейтсон. Не знаю про что, слышал, что есть такое название, то есть, вот я записал, посмотрим. Альфред Коржипский Наука и здравомыслие. Книга вторая, вот это. Прочитаем. Далее. Бодрияр Симуляк и симуляции, чтобы еще немножко нам на Бодрияре зацепиться. Распечатал сегодня, до конца распечатал симулякров и симуляции и возьмусь в ближайшее время. Далее. После выхода видео. Далее. Агамбен. Джорджо Агамбен Человек без содержания. Единственная книга Агамбена, которую я смог найти, чтобы купить в интернете. Довольно тонкая, тут может быть страниц 200, не больше. Пролистав, прочитав некоторые абзацы, видимо, где-то уровень от третьего, между третьим и четвертым. Ну, посмотрим. Далее. Очень много я перекладываю. Ницше. Мораль господ. Я начинать ее сначала не буду. Вон, закладка. Я продолжу. Посмотрим, как. Здесь получается так. Где-то три четвертых это мораль господ. Это компиляция Виталия Трофимова-Трофимова, на котором, на его книге тоже были обзоры. Компиляция, компиляция этого человека. И в конце есть, так говорил Заратуша, Ницше. Далее, вот этот, вот этого автора я начинал читать в 2017 году. я покупал, я купил три книги. И вот, как я вижу по закладкам, одну книгу я почти закончил, одна книга где-то на две пятых, на сорок процентов прочитана, и одна книга не начата. Автора, которого я обнаружил совершенно случайно, ходя по дому Зингера в Санкт-Петербурге в 2016 году, я зашел, чтобы что-нибудь по философии себе купить. Спустился на нулевой этаж, там у них такой подвал, хожу по этим полкам, смотрю, и лежит маленькая книжка, вот она буквально, наверное, в половину вот этой, вот так, тонкая, там буквально сто страниц. Киркегор, жизнь и биография, сто рублей, ну я купил. думаю, ну да, и да, что за Киркегор вообще? Но потом мне так понравилась его, его сама философия, какая-то, философия экс-зистенцианализма, или как, если переводить, философия наличного существования. И никто при жизни Киркегора не называл его экс-зистенцианалистом, так же, как при жизни Конрада Лоренца никто не называл его этологом, то есть специалистом по животным, по исследованию мира животных и взаимоотношениях внутри животных. Это уже потом. То есть тот, кто первый, тот никогда не, как сказать, особняком стоит, то есть родоначальник. То есть как Киркегор является родоначальником экс-зистенцианализма, так он туда и не входит. У меня три книги. Понятие страха, вот как раз та, которую я почти дочитал, я ее, наверное, дочитаю. И книга, которая прочитана на 40%, Страх и Трепет. Здесь видна, наверное, закладка. И книга, в которой конь не валялся, это Болезнь к смерти. Книги, которые, как я, опять же, из той маленькой брошюрки, я понял, это как бы основа Киркегора. У него там еще есть записки обольстителя и так далее, то есть это потом, может быть, в 24-м году, в 25-м году. Но начиная читать в 17-м году вот эту книгу, а как я делал? Я брал, я откопировал, почему я прочитал понятие страха очень быстро, очень много. Я брал на ксероксе, откопировал книгу, откопировал, опять же, здесь есть примечания, корпус большой примечаний. И пока у меня были, я тогда работал в университете, пока у меня были лабораторные практические занятия, я задания студентам раздал, а сам потихоньку, потихоньку читал Киркегора. Только не с книги, а с копий. И в копиях было очень удобно отмечать те моменты, на которые хотелось бы обратить внимание и вернуться к ним позже. Удобно. Поэтому вот у меня понятие страха более прочитано, чем остальные. Это Киркегор. Дальше. Беседы о мышлении. Мираб Константинович Мамвардашвили. Очень давно хотел начать читать. Эта книга была у меня, то есть когда я работал в университете, бывали очень тяжелые дни. Например, дни приема курсовых проектов, когда набегают студенты, у которых что-то готово, что-то не готово, они начинают задавать вопросы. Ну вот я приходил выше, как ремонт. И мне нужно было найти какую-то опору. И я брал, открывал на произвольной странице, тыкал пальцем, открывал на произвольной странице, тыкал пальцем и читал. Читал, пока у меня вот эта вот болтанка в голове не успокоится. Иногда хватало трех строчек, иногда хватало абзаца, но никогда не более, чем одна страница. Потому что текст просто великолепный. И в какой-то момент я начал закладывать те моменты, где я открывал в этой книге, в этой книге и в другой книге. Вот в этой. Эту книгу я не ставлю на 23-й год. Полный курс лекции философия Европы и психологическая топология пути на основе книги Марселя Пруста повесть об утраченном времени. Кстати, Марселя Пруста мне надо тоже поставить себе когда-то галочку, чтобы начать его читать. Насколько я помню, там 7 томов. Можно даже начать с чего? Прочитать этого Момардашвили где-нибудь в 24-25-м году. Все будет зависеть от того, смогу ли я за 23-й год прочитать вот это? У меня есть большие сомнения, потому что здесь 800 страниц. Если я буду читать хотя бы по 5 страниц в день, помню о том, что это тяжелый текст. Книги я положу, потому что тяжелые фолианты, тяжело держать. Помню о том, что здесь 800 страниц, если я буду по 5 страниц в день читать, это 160 дней, полгода. Но кроме этого, я себе поставил другие книги. То есть надо будет как-то находить баланс. Далее, что бы я еще хотел? хотел бы прочитать целиком в 23-м. Могу не суметь. Посмотрим, как пойдет. Поскольку я начал читать книги по социологии, надо бы ударить по этой теме и прочитать вот этот двухтомник. Ежишацкий история социологической мысли. Очень интересное оформление в виде мозга с глазами. И внутри мозга, как вы видите, находятся такие линии, которые якобы показывают путь для нейронов. Или как они называются? Нейрон это клетка нервной системы, аксоны, забыл я. Вот, в общем, движение, соединяющее которое между двумя нейронами. Предполагается, что если мы прочитаем эти две книги, у нас прибавится мозгов. Я думаю, что да. сейчас я оцениваю вот эту книгу где-то на четвертый уровень, вот эти две книги, на четвертый уровень, здесь 1600 страниц. Вот, добавляем. 1600, то есть если я еще вот это возьму по 5 страниц в день, то как раз на год. 5 страниц Шацкого, 5 страниц Мамардашвили, уже 10 в день. Коржибского у меня сейчас я отвлекусь, посчитаем, потому что там еще есть книги, сейчас. Так, 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 300. Коржибского, в принципе, Коржибского я уже как-то подотарел, у меня выходило по 10 страниц в день читать. Агамбен, Ницше, ну, в принципе, Киркегар, в принципе, реально, я думаю. Книги не немножко, которые отвлекаются от западной социологии, которую я начинал читать. Пока вот так покажу. Видите, да, закладка стоит. Скорее всего, я просто вот эти страницы пролистаю, напомню себе о том, о чем здесь. Это у нас Александр Прохоров, русская модель управления. Александр Прохоров исследователь из Ярославского университета. Ярославский государственный университет имени П. Г. Демидова. Книга о чем? О том, как строились иерархии в управлении в России. Очень интересная книга о том, что та отрасль, скажем так, которая в каждой стране на Западе развивалась по-своему, а в России по-российски, по-русски она развивалась, что оказывается, что у нас в управлении все через кланы. То есть, если человек принадлежит какому-то клану, то если глава клана подвигается в иерархии, допустим, на ступеньку выше, то и весь клан подвигается также на ступеньку выше. соответственно, вот этот клановый подход к управлению нашел и вот он нашел его. Это по подходу Александра Прохоров. Но подробный отзыв после прочтения я надеюсь, что до конца года прочитаю. Давайте посмотрим, сколько? Пятьсот. 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 Дальше. А, да. Про это я сказал. Ой-ой-ой-ой-ой. Я, наверное, забыл снять книгу. Ладно, сейчас я расскажу, а потом тогда. Давно хотел прочитать книгу. Я попробую ее показать, чтобы она была вот так. В торец. Давно хотел прочитать вот эту книгу. Покупал очень давно. Может быть, даже в конце нулевых. Когда я еще работал на производстве. Мне реально было интересно. Но я ее открывал и прочитал, может быть, пять страниц. Потому что мне казалось, что это все само собой разумеющееся. То есть, это эти знания, которые все знают. Это известно всем. То есть, это получается по той классификации это второй уровень. Но все-таки я возьму эту книгу и я еще раз сделаю один подход, чтобы ее прочитать. книга называется «Бережливое производство». Дэниел Джонс и Джеймс Увумек. Картинка вот такая. в предыдущем обзоре, который был три года назад, в книгах по бизнесу обозревал Ильяху Голдрата и его теорию ограничения системы. Там было три книги. Подробно, если вы хотите, соответственно, да, будет ссылка внизу в описании на те видео, которые были три года назад. когда я только начинал записывать отзывы на книги, я решил не дробить то видео на отдельные видео и записать скопом по фантастике, по бизнесу, по финансам, экономике и инвестициям. И, соответственно, эти три части я их выложил на канал. Но потом оказалось, что такие огромные видео очень плохо заходят. И я начал дробить по каждой книге у меня выходили отдельные отзывы. Какие-то на 8 минут, какие-то на 20, на 30 и так далее. Поэтому, если вам интересно, можете про Ильяху Голдрата посмотреть в тех обзорах. И еще одну книгу, которую я давно купил и она у меня давно стоит. Я ее запишу себе, чтобы прочитать. в этом году. И если не прочитаю, значит не прочитаю. Это Николай Бодрихин Челомей. Человек, который имеет прямое отношение к советской космической промышленности. Который работал либо вместе с Королевым, не читал, не знаю, либо после Королева. Ну, прочитаю, узнаю. Соответственно, что какой-то вывод сделать и дать какие-то рекомендации по такому длинному видео я чтобы посоветовать самому себе прежде всего не бросать, продолжать слушать классическую музыку. на классическую музыку, на те произведения, которые я вот скажем так, давайте так, слушал во второй половине 22-го года. И скорее всего этих же авторов я буду слушать и в 23-м году, если не найду себе что-то более монументального. Давно. Давно это значит наверное 15-й, 16-й, 17-й год. Или еще раньше. Я покупал себе диск и он у меня до сих пор лежит. Компакт-диск с третьей симфонией Малера. Но только лишь осенью я ее начинал слушать. Я ее скопировал себе на компьютер в флаг и начинал слушать. Я послушал ее половину послушал. Но потом в рассылке одного из человека, на которого я подписан, он пишет, что Малер третья симфония и четвертая симфония Брамса это очень хорошо для развития мозгов. Для того, чтобы выйти на новый уровень. Хорошо. Малер у меня есть. Я взял и послушал за три дня целиком третью симфонию. Великолепно. Напевать я не буду. Я не знаю, как он у меня с голосом. Великолепно. Возьмите в интернете есть на ютубе запись третьей симфонии Малера в исполнении великолепного оркестра. Они же записали все симфонии Малера. Можно послушать их все. Я послушал третью, я послушал вторую, после третьей, я послушал четвертую симфонию Брамса. Вот Брамса я бы еще раз переслушал, потому что симфонии не очень понятны для восприятия. и я удивлен, то есть в начале, когда мы только начинаем увлекаться слушать классическую музыку, мы что слушаем? Бетховен, Моцарт, Бах, Чайковский, Рахманинов, Стравинский, то есть таких композиторов. Но мы забываем А кто еще? Штраус Напомнить Какой-то из них, то есть не Рихард, другой. Йоганн Штраус по-моему второй, который написал Дунайский вальс Вальс или вальс на Дунае, я не помню точно. Но забываем про и эти произведения со временем становятся простыми для нас. Потому что мы помним их, мы можем их наиграть, мы можем их напеть, мы можем их вспомнить. А вот следующий этап это какой? Это вот как раз тот самый Майлер. Третья симфония, вот если вы чувствуете, что начинаете понимать классическую музыку, попробуйте послушать Третью симфонию Майлер. Услышать, что там. То есть не читая описание на Википедии, не читая описание, если у вас компакт-диск, то в компакт-диске. У меня, например, есть книжечка внутри, в которой описывается, что там он хотел сказать. Не читая, просто сами послушайте эту симфонию. Я когда в первый раз слушал, уже довольно давно, 15-16 год, как я сказал, я успел, я смог дослушать до конца, то есть сжать волю в кулак и дослушать первые 30 минут, которая первая часть. И дальше не смог. Вот сейчас я два раза послушал, по сути, Третью симфонию, потому что мне очень понравилось. Я послушал Вторую симфонию Майлера, и я послушал Четвертую симфонию Брамса. Вот Четвертая симфония Брамса пока не поддалась. То есть пока она такая, как белое пятно. То есть вроде бы мелодия знакомая, вроде бы я что-то могу вообразить себе, когда я слушаю, но нет. Ускользает. Ускользает. Это что касается классической музыки. Возможно, что я найду еще что-то каких-то композиторов, которые будут или вот этот человек посоветует в своих рассылках каких-то композиторов хороших. К сожалению, сейчас пока он ударился в японских исполнителей фортепианных. Ладно. Я думаю, что он переболеет этим и вернется обратно в классику. Будем надеяться. Далее. И как мы можем завершить наше видео? Мы же помним, что у Чехова есть вот этот последний уровень. Последние пять лет, которые студент изучал научные книги, богословские труды, медицинские книги и так далее. Я не буду про богословие. Для меня вот я вот сейчас думаю, каково я знаю из богословия. И ничего не приходит на ум вообще. Все Сергии Радонежские, давайте так. Что-то весел. Пустота вообще. То есть, возможно, это дальше. Когда я вот освою вот то, что я показывал сегодня. Может быть. Дальше. Медицинские книги есть интерес уже. Я бы хотел купить Атлас анатомический, хороший, в хорошем издании. Может быть, он будет стоить 10 тысяч рублей. Чтобы он у меня лежал. Этот фолиант анатомический Атлас. Вот в Америке с этим проще. У них есть Атлас Грея. Имя не знаю. Анатомия Грея. Она так и называется. У нас я поискал по книгам в России что-то вот на первой при первом подходе что-то ничего не нашлось дельного. Может быть, стоит поехать в Москву, в московский дом книги или в Питер, в дом Зингера и там пойти в медицинский отдел и посмотреть, что там есть. И уже соответственно вот куда взгляд ляжет, то и взять. Но с собой соответственно нужно будет какие-то деньги там 10-10-15 иметь. Но я отвлекся, потому что я хочу сейчас еще немножко затронуть момент. Начиная в 20-м году вот эту эпопею с чтением книг и с обзорами я не знал, что у меня произойдет прорыв в одной области. И скорее всего он произошел после того, как я прочитал Бейтсона «Священное единство». Это, как я вам напомню, что это сборник научных трудов. Статей, научных статей, выступлений на конференциях и так далее, которые имеют строгую структуру. То есть введение, аннотация, введение, обзор литературы предыдущих трудов, новые результаты, обсуждение результатов, критика и так далее. Список литературы в конце. То есть вот увидев и прочитав, получив удовольствие от Бейтсона. Я вспомнил, что я писал научные статьи, публиковал их, но я забыл о том, что хорошо бы ознакомиться с современными исследованиями. Хотя бы по той теме, которая мне интересна. Я взял сейчас в руки распечатанные статьи. На самом деле, их я нашел уже. я начал их искать весной 21-го года, когда я примерно для себя определился с темой, которой я бы хотел заниматься. Я не буду ее сейчас называть, потому что целиком я не буду называть. В целом это касается экструзии пищевого сырья. Крахмала содержащего и белкового содержащего. А вот что конкретно в этой экструзии, я буду стараться умалчивать, но скорее всего по набору статей вы можете догадаться о чем речь. О том, куда бы я хотел двинуть стопы. Я начал искать вначале по экструзии белка, потому что много хайпа. Я слышал по поводу того, что экструзии получаются компоненты растительного мяса. То есть экструдируют соевый белок. Соевый белок, но какой? Концентрат соевого белка, изолят соевого белка, концентрат-изолят горохового белка, спирулина, амарант и другие белок, содержащие продукты. И я начинал с этого. И одна из первых статей была ревью. Вот такое. Было ревью, которое было написано Натальей Рубио и с авторами. Подходы к производству искусственного мяса на основе plant-based, то есть это на основе выращенного сырья, то есть это вот горох, соя, спирулина и так далее. И на основе клеточного мяса, то есть то, что выращивается в пробирке. Берется небольшая, небольшая часть, допустим, свинины, клетка, и в пробирке выращивается уже в чашке Петри или в пробирке выращивается уже как бы искусственное мясо. Но на основе допустим свинины, навядины, курицы и так далее. Далее. Но потом я сделал немножко ответвление в бок и пошел чисто по механике. Потому что мне технология, она, как бы сказать, второстепенна для меня. Мне как механику интересно все-таки конструкция экструдера и как эта конструкция влияет на готовый продукт. И по этой теме я нашел где-то 150. То есть вот там 300 статей я выше говорил. Я нашел там примерно поровну. То, что касается механики, то, что касается технологии. 150 на 150. Причем статьи начинаются с где-то начала 70-х годов. То есть по сути на текущий момент это 50 лет обзор. А вот дальше то есть это то, что я смог найти. и распечатать. Но если мы идем дальше в лупь, то есть это 50-е года, 60-е года. Некоторые статьи я видел 29-го года, 1929-го. Уже проблема с получением полного текста. И Mutual Aid Science Community не очень сильно помогает. Потому что чтобы получить статьи это нужно идти в библиотеку ножками. Искать этот журнал долго. потому что он где-то скорее всего в архиве хранится глубоко под землей. Доставать этот журнал, как-то получать право разрешения на то, чтобы скопировать себе. Скорее всего чем древнее публикация, тем сложнее получить разрешение и так далее. Соответственно вот я пока остановился на последних 50-ти годах. Хотя есть некоторые статьи, я их в отдельный текстовый файл вынес, которые мне хотелось бы прочитать, посмотреть вот из тех старых. и так какая статья меня больше всего поразила? Я вам сейчас покажу. Несмотря почему, потому что я работал на экструзионном производстве и мне было невдомек додуматься до такой простой вещи. Но скорее всего это из-за того, что не было в этом насущной необходимости в нашем производстве. Какая вещь? Использование двух обратных шнеков на валу. То есть, если мы набираем шнеки и у нас в конце стоит одна обратка, либо в конце, либо чуть ближе, чуть подальше от него, одна обратка, обратный шнек с обратной нарезкой, то вот эта статья, они исследуют два обратных шнека, которые установлены с каким-то промежутком друг от друга и смотрят на влияние на текстуру продукта. Я вот в этом видео, я не хочу глубоко углубляться в эти научные статьи, я вам хочу показать, как можно вот на последнем, на четвертом этапе размышлять. То есть, когда читать много и продуктивно. Что такое много и продуктивно? За, получается, это полтора года, давайте я вам еще раз покажу. Я считаю, вот сейчас на текущем я считаю, что там мало, но с учетом того, что я читал другие книги по социологии и так далее, в принципе нормально, но хотелось бы больше, хотелось бы больше, но здесь каким образом статьи организованы. Вот стопка, видите, эта статья вот, то есть, я брал, я прочитал статью, написал кратко на русском языке ревью, статьи все на английском языке, ревью, внизу, вот здесь у меня словарь, а потом я переписываю, у меня есть тетрадка отдельная, я туда переписываю краткое ревью на русском языке плюс словарь, то есть, чтобы потом вспомнить, о чем была статья. Это так называемое, если раньше, допустим, в советское время, вот эти профессора, кандидаты наук, у них была картотека, и у них карточки были, на которых они писали, какие они статьи прочитали, и что там внутри этих статей. Ну, я сделал вместо карточек тетрадку, у меня, такая же общая тетрадка вот такого же формата А4. Что здесь? Базовая модель двухшнекового экструдера. Знаменитые ученые в экструзионном мире это Тайеп, Верджинес и Далавалли. Причем Далавалли в конце 80-х, он еще был молодой, начинающий исследователь, у него до сих пор статьи выходят. И что я сделал? Я взял эту статью и из нее, из референсов, из списка литературы вытащил другие статьи. Такие мне были бы интересны. Но здесь у меня статья в основном по моделированию течения массы в экструдере. Например, моделирование формования в экструдере. Так? Далее. Геометрическая. Геометрический подход к проектированию экструдеров. К пониманию того, как работает экструдер. Дальше. Взаимодействие между термомеханическим нагревом и макромолекулярной деградации кукурузного крахмала в новом геометре с предварительным сдвигом. То есть эта статья вроде бы как далека от экструдии. Но на нее была ссылка вот здесь. Вот в этой статье. Поэтому я ее взял. Чтобы потом более подробно изучить. В чем здесь загвоздка? Я сейчас возьму другую статью. в том, что есть пока у меня разбросанность. То есть я, допустим, прочитал одну статью, выбрал из нее другие статьи и у меня на компьютере есть папки. То есть вот ту пачку, которую я показывал, я, соответственно, кладу в эту папку начальную статью и потом собираю в этой папке все статьи, на которые ссылается изначальная статья в референсах. Часть из этих статей, на которые ссылаются, я читаю. Но потом у меня возникла другая мысль. А что если я буду собирать те данные, которые даются в этих статьях в отдельный Excel файл? То есть, например, сейчас один момент. Да, сойдет. Оно. 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 Смотрите. Вот эта статья. Сейчас я вам прочитаю по-русски, как она называется. экспериментальное исследование влияние конфигурации шнеков, двухшнекового экструдера на экструзию крупы кукурузы, кукурузной крупы. Что они делали? Что они делали? Во-первых, они выбрали экструдер, на котором будут проводить эксперименты. Дальше они выбрали четыре конфигурации шнеков. Вот такие. Далее. Что они сделали? Они провели эксперимент с кукурузной крупой. Они на каждом, на каждой конфигурации шнеков экструдировали с определенными параметрами. Температура, давление, влажность и так далее. И что получали? И получали вот такие графики. Зависимости насыпной плотности экструдата от влажности и типа шнеков. Они получали зависимость индекса растворимости в воде. По-русски это водорастворимость. При различных конфигурациях шнека и влажности. Дальше. Ага. Водопоглотительная способность. Так называемый water absorption индекс. Графики. Я уже не буду говорить, что от чего, потому что понятно. Дальше. Торка. Торку это крутящий момент на валу шнека в зависимости от параметров экструзии. Соответственно, что я сделал? И давление перед матрицей. Вот давайте я остановлюсь на давлении, чтобы немножко понять. То есть, что я делал? Есть графики. В некоторых статьях есть таблицы. Таблиц удобнее выбирать. Я брал вот эти данные. То есть, вот они здесь написаны. То есть, какое давление для каждой точки, для влажности. И заносил это все в таблицу. Конфигурация, допустим, один. Такие-то параметры. Давление, водопоглотительная способность, водоудерживающая способность, насыпная плотность и так далее. я это все заносил в таблицу. В итоге, таким образом, я проанализировал и собрал данные из 15 или 16 статей. Некоторые из них распечатаны, некоторые нет. И уже собирается довольно-таки обширная база данных. К сожалению, изначально идея была в чем? в том, что я смогу собрать из разных статей данные об влиянии параметров экструзии на конечный продукт. Но потом оказалось, что разные исследователи проводят эти эксперименты по-разному. И кто-то глубоко исследует, то есть залезает в самую структуру той текстуры, которая получилась. Экструдата. То есть определяет, в каком состоянии находятся белки, какие там альфа, листы, бета-повороты и так далее. И дают более подробные данные. А кто-то вот как так сейчас это по-моему вот сейчас минуту где же где же первая страница Кирби как Кирби вот в той статье которую я сейчас демонстрировал. Они идут более простым путем. Но в чем такая здесь зависимость. Вот этот Кирби это 88-й год. Чем дальше мы уходим от современности тем более простые исследования проводили исследователи. Они проводили минимально необходимые исследования. То есть крутящий момент, водопоглотительная, водоудерживающая способность, десыпная плотность иногда коэффициент расширения. Чем ближе к современности тем более подробные исследования. Почему? Какой ответ я для себя нашел? Из-за того, что появились современные приборы. Например, Антон Паар прибор, в который можно поместить образец и он выдаст 20 параметров, 30 параметров сразу и графики, и таблицы, и все, что нужно. Которые можно просто взять и вставить в статью. То есть человеку руками уже ничего не нужно делать. Не надо вешать навески, не надо по кей-далю определять белок. Потому что все уже зашито в прибор, этот прибор определяет сам. Но с другой стороны возникают трудности с тем, чтобы агрегировать эти данные. И изначально идея была в том, чтобы собрать базу данных для машинного обучения. Чтобы потом, допустим, если нам потребуется изготовить продукт с какими-то заданными свойствами, мы могли на вход нейронной сети подать параметр этого продукта, коэффициент расширения, нет, сырье, которое мы используем, коэффициент расширения на выходе, влажность на выходе продукта, водопоглотительная способность, водоудерживающая способность, насыпная плотность и так далее. Содержание вот этих альфа-листов, бета-поворотов и так далее, если у нас белковый продукт. А нейронная сеть, поработав какое-то время, она бы нам выдала, допустим, параметры экструзии это более оптимальный состав, раз, по сравнению с тем, которые мы дали. Второе, конфигурацию шнеков, конфигурацию корпусов, длину корпуса, отношение длины к диаметру шнека, L к D. Возможно, что для того продукта нужен короткий ствол, а может быть длинный, а может быть средний. И нейронная сеть это все определяет по тем данным, которые в нее заложены. Далее, какая конфигурация матрицы? Нужна длинная матрица или короткая матрица? Какая? Прямоугольная или круглая? И так далее. Или может быть кольцевой канал? И все. Но для того, чтобы это сделать, я набрал 16, 16 статей я обработал. Я получил где-то примерно 400 строк в Excel. Но по каждой строке заполнены не все ячейки, потому что авторы не приводят. То есть, если мы, допустим, возьмем самую насыщенную статью, которая относится к белку, и в которой заполнены, допустим, давайте, для результатов, не для исходных данных, а для результатов, заполнены, допустим, из 20 параметров заполнены 10, то для других статей, например, вот для таких, которые более простые, заполнено, допустим, всего 5 или 6 параметров. Соответственно, подать вот эти данные, подать вот этот исходный массив данных в нейросеть, будет слишком мало данных для обучения. Соответственно, мы получим очень низкую точность прогнозирования. здесь какой-то вывод можно сделать. Можно сделать что? Можно провести свои эксперименты, но это все очень дорогостоящее. Это очень дорогостоящее, потому что нужен свой экструдер двухшнековый с разными корпусами, с разными шнеками, с разными матрицами, с разной подачей воды на увлажнение, с разной температурой, то есть регулировка температуры в каждом корпусе. А сколько таких корпусов исследовать? Два, три, пять, десять. Какое отношение длины шнека к диаметру? Вопрос. Какой состав при дозировании? И самый важный вопрос. Как сократить количество экспериментов, но при этом получить максимальное количество необходимых данных? Значит, нужно еще не только сам экструдер, но еще и нужно лабораторное оборудование. Хотя бы тот же Антон Паар. Или какое-то другое лабораторное оборудование, которое снимет с нас часть нагрузки на анализ готовых экструдатов. И это работа не на один год. Это три, пять лет работы. Это после того, как мы сформируем эту лабораторию. Вот так мы перешли от чтения книг к к чему-то продуктивному. Но ведь какой объем работы нужно было проделать, чтобы дойти до этого всего? Чтобы дойти до тех авторов, которых я вам сейчас показывал в течение последнего часа в этом видео. Какой объем билетристики нужно было переработать, чтобы в конечном итоге в голове поселилась мысль, что это все скучно. Что это все идет по кругу. Что эти билетриисты переписывают друг у друга идеи, меняя только героев и места. Ведь какое-то время назад, будем говорить 20 лет назад, я может быть даже чуть побольше, я очень сильно увлекался Донцовой. Донцовой и не знаю, кто написал про Каменскую, не помню, про следователя Мура, Каменская. Но ведь возможно, что прочтение вот всех этих детективов, там Пуаро, Хонса и так далее, которые я читал в школе, может быть оно и натолкнуло на мысль, что надо переходить к более серьезной литературе. Но если бы, я думаю, что если бы не мое еще параллельное увлечение классической музыкой, пусть оно не такое вау, большое, что я там и дня без нее прожить не могу. Могу, могу неделю не слушать, никаких проблем. Может быть вот это еще второе увлечение подстегнуло мой рывок в другом направлении, в другую литературу. но сейчас я нахожусь на том, на том, что я буду делать, когда вот все, что я вам сегодня показал, я прочитаю. Вот после Мамардашвили, после второй книги, я ее убрал, сейчас, минуту, после второй книги, я вижу только просто и задумываться о том, что я буду читать после того, как я прочитаю Мамардашвили. Хотя сейчас на границе нарисовался Агамбен, Агамбен, которого я смог купить только одну книгу, возможно, я где-то смогу на развалах или где-нибудь на авито купить оставшиеся, потому что у него там где-то порядка пяти или шести книг. Посмотрим. Но это будет зависеть от того, насколько мне понравится вот эта книга, насколько я увижу, что здесь есть что-то полезное. Если же тут ничего полезного не будет, или я сочту, что это тривиально, допустим, это из третьего уровня, из того, что я уже знаю, просто другими словами, и другими словами то, что я уже знаю, и ничего нового там нет, то, соответственно, покупать дальше Агамбена тоже смысла не будет. Но, как я уже выше сказал, что, скорее всего, после большого Мамардашвили, обращусь свое внимание на Пруста, Марсель Пруст в поисках утраченного времени, в лабиринте есть семь томов, по-моему, или восемь томов, но очень дорого. если будет возможность покупать эти тома по одному тому, допустим, раз в квартал, раз в полгода, то я думаю, что через какое-то время я себе все эти тома куплю. И они будут лежать. Лежать и ждать своей очереди. сейчас насколько я чувствую, насколько я вижу, что не получается у меня остановиться на каком-то направлении социологии, философии и так далее. Может быть, может быть, Ежи Шацкий подсветит мне каких-то новых философов? Может быть, тот самый упомянутый мной Виталий Трофимов Трофимов он сможет назвать еще кого-то, кто был бы интересен. Кого я еще знаю? Я знаю еще Тойнби. Я еще знаю вместе с ним публиковался из главы вылетело. Но вот второй, который с автором Тойнби, Тойнби это был историк. Он написал альманах исторический. Опять же, название сейчас я точно не приведу. Вот тоже хотелось бы почитать что-то такое фундаментальное по истории. То есть, взгляд с разных сторон на то, как развивалась историческая мысль. На взгляд на то, как развивалась история в разных концах нашей планеты. И так далее. И возможно, что Тойнби это будет хороший задел. Но я не знаю. Я не знаю. Но опять же, опять же, это топтание на четвертом уровне. Хотелось бы перейти, вот опять же, не хотелось бы очень рано начинать вагасловские труды, как у Чехова написано. Это, получается, последние его пять лет. Последние пять лет студента, который сидел в заключении у повещика. Я не знаю. Потому что здесь мне не хватает списка авторов. Списка тех трудов, которые были бы достойны внимания в начале. для того человека, который вообще не знаком с богословскими трудами. Может быть, началом был бы хорош Агустин, который написал о Граде Божьем. А может быть, нет. У кого это узнать? Или же такой момент, что когда я прочитаю то, что я запланировал, может быть, где-то я подслушаю, может быть, я где-то подсмотрю и или, может быть, в какой-то рассылке я прочитаю об этом и я запишу себе в напоминалку, что вот есть такой автор, что когда-нибудь, может быть, я смогу, я захочу его прочитать. но это разговор не на ближайшие три года, я так думаю. Что это все, что запланировано, я думаю, что я еще буду колебаться, что я еще буду отвлекаться на что-то другое, что задержит меня и то, что я запланировал, будет прочитано не в двадцать третьем, а будет завершено в двадцать четвертом году. Посмотрим. Но есть опасения. Опасения такие же, как у меня были, которых у меня не было. Когда я читал Карлика, первый раз, Кукла и Карлик, хоть я его не понимал, я просто прочитал. Сейчас я читаю и я вижу другой текст. Но есть другие опасения, что пока я доберусь до тех трудов, которые сейчас относятся у меня к пятому уровню по той другой классификации, то есть до тех трудов, концепции, которые в них изложены в этих трудах и мысли, которые изложены в этих трудах, они опережают развитие человека, то есть опережают развитие меня на десять лет. Не будет ли в тот момент, когда я дойду до этих трудов, не будет ли для меня слишком поздно, чтобы их читать? И не перейдут ли эти труды в четвертый и третий уровень? Ладно, пусть четвертый они перейдут, то есть их будет интересно читать. А если они перейдут во второй, станут мне скучными, потому что все, что там было написано, я уже знаю, вот этого хотелось избежать. Также хотелось бы избежать попадания в уловки маркетологов, которые подсовывают низкопробную литературу, я сейчас остановлю запись, дотянусь до нее и покажу вам покажу вам эти книги. Вот они. Две, потом еще две покажу. Вот эти книги. Егай, магическая уборка и так далее. Мировой тренд. Ну и про Егай я делал обзор, можно посмотреть на канале. Про магическую уборку не помню, по-моему, не делал. Дальше еще две книги, про которую про одну я уже говорил выше. Вторая книга вот. К юге у меня две книги. Поддался на что, когда покупал? На красивую картинку и на красивые картинки внутри. Смысла в этих книгах, вот в этой икигай и во второй икигай, который у меня на полке стоит, никаких. Потому что это другая культура. Это другая страна. Зачем вы? Зачем нам этот подход? Почему нет книг про русскую культуру? Это другой вопрос. И Ленгольд, критикуемая мной с самого отзыва. Просто космос. тоже не знаю почему купил, хотя я догадываюсь почему как видеоблог какого человека я смотрел, после которого я купил их Юге и Ленгольд и надо подумать еще и Миллера слишком занят, чтобы жить. Счастье без границ. То есть человек, который дожил примерно до моего возраста и не может фильтровать литературу, которую он читает. Это очень тревожный знак. Несмотря даже на то, что он довольно известен в своих кругах и довольно состоятельный человек. То есть застрял как раз вот на где-то между вторым и третьим уровнем. Хотя ближе ко второму. Это скучно, это билетристика, это все вот это опять же не по чехову, а по второй классификации. То о чем второй уровень книг это то о чем мы уже знаем. И то, что для нас тривиально. Вот. И если я возьмусь сортировать книги, которые мне читать, которые мне не читать, то скорее всего мне нужно будет очень с большим скепсисом относиться к рекомендациям этого человека. хотелось бы найти что-то опять же пожелание себе, хотелось бы найти что-то похожее на Луиджи Зая, отец. Великолепная книга. Вот это когда я читал, это твердый четвертый уровень, твердый четвертый уровень, то есть это то, до чего я сам бы дошел в течение двух с половиной трех лет. Я бы еще раз эту книгу перечитал. Мне очень интересно. Я делал, я когда читал, я выписывал на листочек, я выписывал мысли. То есть у меня был лист формата А4 с полями, я на полях писал страницу, а на верхней части листа писал дату, когда я этот лист начал. Эту книгу я читал, получается, я ее начал читать в семнадцатом году весной и закончил я ее наверное ближе к декабрю восемнадцатого. Клинига интересная и настолько же сложная. Сложная. Потому что здесь он приводит, Луиджи Зая приводит на основе памятников литературы таких как Гомер, Илиада Одиссея, Вергилий, Энаида. Он берет этих персонажей и говорит, что вот тогда отцы с большой буквы как архетип были вот такими. И даже вот обложка посмотрите. То есть с шлемом на коне с мечом, дальше король отец, дальше это кто-то английский джентльмен, а теперь это что-то типа ученый в очках книгачей и так далее отец. То есть как менялся архетип отца из древности в современность. И вот такую книгу найти по содержанию, по общему впечатлению, по тем мыслям, которые здесь отражены. И в то же время, когда начинаешь читать эту книгу, хочется брать ручку из бумаги и выписывать отсюда много мыслей. Потому что я не пишу на книгах. Я не люблю так делать. И лежит у меня, давно лежит, тоже, наверное, с семнадцатого года, книга великая мать Ноймана. Но до нее сколько раз я ее уже пылесосил пылесосом Турции. Но никак. Я ее не запланировал я ее на двадцать третий год. Найти для себя. Вот опять же еще такой вопрос, почему хорошие авторы, вот, например, Луиджи Зая не писал больше. Почему у него нет других трудов, таких же известных, как отец? Неужели одной книги для него было достаточно, чтобы выразить свои мысли? и какие и какие бы книги, которые я прочитал, я сейчас возьму, какие книги, которые я прочитал или читаю, похожи на Луиджи Зая в те времена. Возможно, чем-то был похож Бодрияр критики политической экономии знака. Возможно, чем-то был похож Питер Лукман социальное конструирование реальности. Но именно вот это издание. Потому что, если вы не смотрели отзыв, я напомню, что у этого издания есть особенности. Есть перед каждой главой есть словарь терминов и в конце каждой главы есть резюме, где простым языком объясняется, а что мы такое прочитали. То есть, если мы возьмем чистого Бергера Лукмана без этих комментариев, то это будет очень тяжело продраться через эти социологические термины. Какой еще труд мне напоминает Луиджи Зая, я сейчас попробую его откопать, потому что он хорошо у нас оказался заставленным в нашем разговоре. Это конечно же, конечно же Сатрупыль Грегри Бейтсон Священное единство. Несмотря на то, что некоторые страницы, но здесь очень удобно в этой книге статьи собраны таким образом, что они перемежаются друг с другом, и статьи, которые сложные для восприятия, то есть с обилием терминов, они допустим идут после того, как поставлена статья, в которой простым языком объясняется концепция. Вот это очень правильный ход составителя, а составитель это ученик Бейтсона, то есть он понимал, о чем идет речь в этих статьях. Очень хорошо. И с другой стороны, помимо этого, статьи расположены таким образом, что они повышают градус, градус повествования, градус понимания того, о чем писал Бейтсон. Поэтому я и хочу прочитать первую часть «Шаги в направлении экологии и разума». То есть получается, что вот они книги, то есть Бергер и Лукман, Бейтсон, Зоя, отец. Пока так. Вот Коржипский выделяется, несмотря на то, что он интересен и несмотря на то, что да, я его отношу к пятой категории. То есть я бы сам бы додумался пока я жил 10 лет, я бы к 30-му году, я думаю, я додумался до этих концепций, о которых пишет Коржипский. И если я не буду, допустим, если я в следующем году снова отложу Мамардашвили, вот это я планирую в 23-м году почитать, если я отложу в этом году снова эту книгу, то возможно, что к 33-му году через 10 лет я сам додумаюсь до этих концепций, которые изложены в этой книге. Вопрос. Но всегда не хватает. Вот то, о чем писал, то, о чем мы ходим кругами, понимаете? То есть я рассказываю с точки зрения Чехова, потом с точки зрения пяти уровней книг, потом опять мы возвращаемся к Чехову, сейчас мы снова к Чехову возвращаемся. то, что на шестой год пошли языки, философия, история и так далее. Если я это к себе применю, до истории я пока не дошел, потому что не готов пока. А вот философия, социология, антропология нормально. И языки, по языкам мы уже сегодня разговаривали о Лурии, о Холмском и вот тут я в ступоре, потому что есть еще одна книга, которую скорее всего мы с вами разбирали либо в тех больших видео, которые были три года назад. Это Самюэль Дилэни Вавилон 17. И или возможно я об этом говорил в отзыве на Холмского про епотезу Сапира Ворфа, про четыре уровня знания и так далее. То есть я помню, что я когда-то об этом говорил. Повторяться сейчас не хотелось бы, но про богатство языка, богатство языка и умение им пользоваться не только в общении с другими людьми, но и внутри головы. Вот что еще хотелось бы освоить. Но к сожалению, каких-то вменяемых трудов, в которых простым языком без формул описывается это, тяжело найти. Вот в Лурии формул почти нет, в Холмском формул почти нет. Они молодцы, они смогли пройти по этой грани, которая отделяет заумный научный текст от научно-популярного. Ну вот как раз, если мы опять возвращаемся к Чехову, как раз вот этот водораздел между классической литературой, которую нас заставляют читать в школе. И это правильно, я уже об этом выше говорил, это правильный подход. Потому что потом у человека не будет времени на то, чтобы читать эту литературу. Он будет считать, что его образование завершено. Если после завершения школы человек все-таки имеет тягу пойти в институт, провести какую-то профессию, то после получения корочки желание учиться пропадает вовсе. Вот. Это как раз про тягу к фундаментальным знаниям. И напомню опять же аналогию с Чеховым, что этот студент попросил на шестой год эту литературу. Про языки, философию, историю, опять же сюда же добавлю социологию, антропологию и так далее. Соответственно шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, то есть получается он пять лет занимался изучением этих вопросов. Пять лет. Если я беру Зою, Зоя, не знаю, склоняется, нет, 2017 год я начал его читать, это в этом, в 22-м году это пять лет. Если я беру в качестве отчета Бергера и Луквана социальное конструирование реальности, это сентябрь девятнадцатого года, когда я, несмотря на то, что эта книга у меня давно стояла, я ее никак не мог начать читать. И вот я поехал разговаривать о работе в Москве, в Зеленоград, я наконец-таки взял ее с собой в дорогу и пока я ехал туда и пока я ехал обратно, я прочитал восемь страниц. Восемьдесят. То есть это достаточно большой объем для этой книги. Это получается практически четверть. И потом я еще раз ездил тоже в Зеленоград и я уже прочитал, не читая эту книгу между этими поездками, я прочитал еще сорок страниц. То есть по сути за два присеста я освоил сорок процентов текста. Если считать от этой книги, то это получается сентябрь девятнадцатого это плюс пять сентябрь двадцать четвертого. Это как раз если мы берем по Чехову. Но мы держим в памяти о том, что у Чехова этот студент был на полном обеспечении. Его обслуживали люди помещика. готовили ему еду, стирали его одежду и так далее. То есть выполняли какие-то его мелкие поручения и так далее. То, что у меня нет. И что мы приходится этим заниматься самостоятельно и тратя на это время. Сейчас получается на готовку уходит примерно если мы берем в среднем час каждый день минимум. Это только разогреть. На все приемы пищи. И плюс еще какая-то глобальная готовка чтобы там хватило на 3-4 дня. То есть еще можно час добавить в день. То есть 2 часа в день и плюс еще 2 часа в день на прием пищи. То есть мы 4 часа в день то есть у нас есть 16 часов плюс еще поработать надо. Понимаете? То есть когда остается? Остается максимум это максимум час свободного времени чтобы что-то прочитать. Я буду надеяться на то что я смогу где-то освободить время. Может быть я его буду выцарапывать полностью потому что еще интернет есть который отвлекает а у интернета буду выцарапывать и есть большая скажем так вероятность того что я не буду в этом году записывать никаких видео по машинам и аппаратам пищевых производств это второе направление работы канала потому что все записано уже нужно только смонтировать и выложить соответственно если я сейчас на новогодних праздниках это все домонтирую я это все выложу у меня будут видео до лета 24 года а то и больше а там тогда в 24 году уже к моменту исчерпания этих видео я буду записывать такая такая ситуация я целенаправленно хожу кругами потому что я хочу чтобы если вы что-то не поняли из того что я говорил раньше чтобы вы смогли примерить на себя то что я говорю попробуйте составить свой перечень книг по Чехову что для вас легкого содержания детективы романы комедии развлекуха вот это положите ее отдельно то что найдите у себя дома эти книги положите отдельно составьте список этих книг которые вы хотели бы прочитать из этой категории первый вариант второй вариант это классика что вы из классики читаете что у вас из дома есть то что вы уже прочитали в последний год в двадцать втором и что вы планируете прочитать список так дальше будем составлять следующий список это музыкальные учебники пропустим да хорошо достаточно будет найти где-нибудь юсвена музыка силы жизни вам хватит вы прочитайте эту книгу и послушайте какие-то оттуда отрывки произведений далее опять я сделаю паузу небольшую отвлекусь попробуйте если вы застряли между классикой и фундаментальными знаниями то есть не можете перейти от классики к языкам к философии к истории к социологии к что вам еще интересно кроме того что я назвал попробуйте пробить это послушайте на ночь Малера третью симфонию попробуйте вы ее не не сможете если у вас нет опыта слушать с прослушиванием классической музыки то вы не сможете за один присест это прослушать скорее всего да вы найдете ее на ютубе оденете наушники перед сном уже готовые хотя бы 10 минут но я думаю что вы начнете ее слушать и вы заснете в конечном итоге через 10-15 минут потому что она тяжелая для восприятия но пробуйте попробуйте попрактиковать это в будние дни а в воскресенье в выходной я не знаю как у вас может быть у вас скользящий график в выходной день возьмите целенаправленно осознанно возьмите я сегодня слушаю Малера первую часть 30 минут освободите себе время допустим сделайте вечером в четверг или в пятницу часть домашней работы постирайте одежду там допустим приготовьте еду вечером попробуйте чтобы освободить время на выходной если дома не можете то пойдите гулять сейчас хорошо работает мобильный интернет пожалуйста есть эти безлимитные тарифные планы попробуйте возьмите наушники желательно конечно накладные не затычки хоть какие-нибудь и пойдите гулять в тихое место в сквер и попробуйте вот просто сесть ладно сейчас холодно не надо сесть гуляя с наушниками послушать чтобы не было вокруг шума машин послушать первую часть сифонии Малера придется сделать над собой усилия я вам говорю как опытный человек и после этого после этого прослушивания наблюдайте за чувствами попробуйте слушать хотя бы первую часть сифонии Малера до тех пор пока вы не сможете ее внутри себя воспроизвести по памяти и это я сейчас про себя напел начальную часть вслух не буду и попробуйте взять можно из тех книг которые я сегодня обозревал самое простое если вы хотите перейти на философию самое простое и у вас по философии были занятия только в институте попробуйте начать с человек и люди Гассета попробуйте если вам текст окажется слишком легким или тривиальным для вас да вот да я же это знаю я же так уже живу давайте мы что-то другое возьмем что-то более я не знаю какой у вас опыт но если бы вот так вот сходу что-то посоветовать из того что я сегодня обозревал если вам Хосе Артега Гассет будет слишком легким попробуйте начать сейчас я вам книгу покажу с Эрика Хофера истинно верующий в России это сам издат а в России эта книга издавалась под названием человек убежденный про массовые движения попробуйте начать вот так или же если эти две темы вам совсем не интересны то давайте еще вот вот эти две Питер Бергер Томас Лукман социальное конструирование реальности и священная завеса опять же я не знаю какой у вас опыт я не знаю что вы читали вообще и какие у вас знания есть по этим темам может быть вы не приемлете ни философию ни социологию ну подумайте что бы вам подошло если вы вот так вот взяли какую-то из книг и не идет продолжайте слушать классику попробуйте попробуйте дослушать симфонию третью Малера до конца как-то найти время опять же чтобы чтобы освободить время в этом направлении нужно думать попробуйте провести ревизию того сколько вы времени тратите на интернет на социальные сети на скроллинг и допустим если вы с утра начинаете с телефона ну начните сделайте себе 15 минут чтения книг попробуйте как-то решить этот вопрос и если вы будете достаточно упорными то в конечном итоге через полтора два года у вас сформируется список книг которые вы могли бы прочитать я опять же говорить могу про себя поначалу когда я только ходил в магазин книжный и почему-то меня привлекают вот такие книги и когда я их открываю в книжном магазине они кажутся обладателями каких-то новых мыслей которые хотелось бы узнать но потом после покупки почему-то этих мыслей которые я там увидел я найти не могу это странно и пора бы уже заканчивать да потому что уже наше общение приближается к двум часам но больше часа мы уже точно сидим я надеюсь что хотя бы кому-то из зрителей это видео было полезным будут выходить далее обзоры на книги но они сейчас как и в двадцать втором году я немножко притормозил выход раньше я старался выпускать каждую неделю но как вы заметили допустим в двадцать первом году каждую неделю выходило что выходило выходили обзоры тех книг которые я прочитал очень-очень давно я специально сделал обзоры на эти книги которые я читал давно чтобы поставить для себя галочку что я сделал обзор и что я эту книгу прочитал я на нее сделал обзор я к ней не возвращаюсь особенно это касается Мураками особенно это касается Стругацких которые двадцать нет ну двадцать двадцать да двадцать пять лет назад казались очень умными людьми но к сожалению сейчас я совершенно не могу их читать сам слог этих Стругацких отвращает меня однако меня привлекает слог вот таких людей и если у вас совсем затык я уже рассказывал в одном из видео опять же зависит от региона в котором вы живете потому что не во всех регионах вам будет удобно это делать и это я поднял тетрадку чтобы вам рассказать об этом способе не во всех регионах вам будет удобно пользоваться этим способом он заключается в следующем вы идете в книжный магазин и он должен быть достаточно большой в нем должно быть представлены эта литература философия история социология и так далее и вы идете в этот отдел и берете ну есть книги которые запакованы в целлофан а есть которые открытые вот вы берете те книги которые открытые снимаете с полки читаете название переворачиваете читаете аннотацию давайте я вот вот эту книгу возьму первую обложку обложку с аннотацией за исключением на некоторых книгах могут быть отзывы отзывы не читаем дальше мы открываем содержание содержание читаем его полностью и потом два варианта первый вариант мы берем эту книгу и пролистываем вот таким образом смотря на нее пролистываем в первый вариант это если у вас мало времени или если вы хотите больше книг за один заход в магазин обозреть и второй вариант после того как вы прочитали содержание вы открываете 69 страницу 69 вот я сейчас ее открыл вот она и вы прочитываете вот от этого слова оно не сначала прочитываете все до конца включая при примечании сноски не переворачивая если слово закончилось на середине то в ней не переворачиваете и далее вы таким образом прочитываете пролистываете обрабатываете в книжном магазине вы так делаете ну допустим с одной полкой допустим на полке там 20 книг вот вы за один заход проделываете точно сто процентов я такое делал в доме книги Зингера в Санкт-Петербурге вообще никаких проблем но в Москве я не смог в доме книги которая на Арбате я туда заходил ну я думаю ну ладно сейчас я я знал что я хотел купить я купил в итоге эти книги но я пошел мне нужно было так же полистать книги которые есть я пошел я взял этот кошелку туда положил те книги которые я я уже сходил в тот отдел в который я ходил хотел купить книги я положил их в кошелку и пошел не помню куда ну пусть допустим в историю в философию я зашел в этот отдел смотрю никого нет ни продавцов ни других людей ну я я и начал взял первую книгу тра-та-та-та-та поставил на место взял вторую книгу тра-та-та-та-та поставил на место взял третью книгу тра-та-та-та-та поставил на место я думаю ну сейчас минут еще 15 я еще тут 10 книг смогу провентилировать. И я чувствую на себе тяжелый взгляд. Этаку беру еще одну книгу. Поставил что-то не то. Я такой глазом покосился немножко. Я смотрю, краем глаза стоит охранник. Наблюдает. Ну я думаю, ну ладно. Сейчас еще. Еще. Пятую книгу взял, начал листать. И чувствую шаги. То есть он пошел вокруг стеллажа. В ту сторону. То есть я вот здесь стоял стеллаж, а он пошел вот, которые вот так стеллажи стоят. Туда. Вдоль. Я такое соображаю. Сейчас он обернется и станет сзади меня, слева меня. Я думаю, ладно, у меня еще есть. Книгу я точно успею. Я такой, хопа. Опять. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я ставлю книгу и слышу дыхание. Такое тяжелое. Но я думаю, все. Надо идти. И я такой медленно-медленно я иду. Я читаю форзацы, чтобы я хоть немножко запомнить, какие книги стояли. И я выхожу в проход и иду к кассе. И иду и останавливаюсь около, знаете, такие стенды электронные. Не знаю, как они называются. Для поиска книг. Остановился. У меня уже наложено мои книги, которые я уже точно сто процентов покупаю, за которыми я, собственно, и приехал. И я набираю. Ну, то, что я запомнил из этих. Из того, что я читал. Ту-ту-ту-ту-ту. Распечатываю себе вот эти мандрычки, бумажечки с информацией. И кладу у меня с собой сумочка через плечо. Я эти бумажки складываю и к себе. Я думаю, у них есть сайт. Я туда зайду. И еще раз в спокойной обстановке почитаю аннотации и изучу эти книги. То есть, вы будете смотреть, когда будете вот этот метод использовать, вы будете смотреть по книжному. Какое там будет отношение вот к таким вот покупателям. Видимо, Москва все-таки большой город. И там вот таких вот умников, как мы с вами хотим быть, много. Которые приходят и начинают ворошить книги. Конечно, для нас это неудобно. Но если бы, допустим, у меня было свободных там 100 тысяч рублей, я пошел бы и эту полку бы просто бы купил. Но где взять свободные 100 тысяч? Сейчас они свободные 100 тысяч на одну полку. За год прочитаешь, в следующем году нужны еще 100 тысяч, чтобы вторую полку прочитать. А если вот опять же есть большая проблема. Вот, допустим, я вам сейчас покажу эти книги. Такая проблема, что книги исчезают. То есть, их делают очень маленькими тиражами. И они в какое-то время, они все раскупаются и их не купить. Я, например, еще небольшой специалист в подборе этих книг. Я не знаю авторов, которых мне хотелось бы почитать. Я не знаю из этих авторов, что бы я хотел почитать. А могу я это узнать только лишь вот так вот, полистав книгу. Но если, допустим, я пришел в магазин и там книга есть, этого автора, я мог бы ее купить. Но мне нужно перелопатить столько книг, чтобы хотя бы, даже не снимая книги с полок, хотя бы просто прочитать форзацы. О чем? О чем эта книга? И, соответственно, вот, допустим, вот эта книга, она была издана. Изначально она была издана. По-моему, она была издана в середине нулевых. Но ее тут же купили. Потому что там тираж был, допустим, там 500 штук. То есть она попала в московские магазины, в питерские магазины, может быть, в Казани, может быть, в Новосибирск. Да? Попала. Ее разобрали. А в регионы поставили, допустим, на один регион один экземпляр. И все. Вот кто увлекается вот этими вопросами, он пошел, купил эту себе книгу, потому что он знает, о чем речь. Может быть, в этой книге. Здесь нету, нету. Это только переиздание. Также вот, например, вот это. Джорджу Агамбен. Уже нету. Вот одна, один экземпляр остался, последняя книга «Человек без содержания». Остального Агамбена просто нет. Его разобрали. Будет ли допечатка тиража? Не будет ли допечатки тиража? А кто его знает? Вот это вторая загвоздка с подборкой литературы. Еще кого-то я хотел показать. А, вот они. Вот это же тоже перепечатка уже, по сути. Вот эти две книги. Они раньше выходили? Вот они. Ну, может быть, Ноам Хомский выходил, скажем так, поближе сюда. Лурия. Он же издавался? Издавался. И какой год? Вот я сейчас ищу. В каком году? Ну, 19-й вообще. 19-й. Лурия. Так. А, Хомский. Хомский. 2000. А, они в 2016-м только написали. Ну, это вот совсем свежак. Но тоже не будет. Может, не волноваться. Тоже исчезнет. А при этом всякая ерунда, типа вот таких, будет печататься тысяча, две, три, пять. В которой ноль мыслей и много маркетинга. Потому что это проще продать. Бодрияра нет. Бодрияра нет. Симулякров и симуляций нет в продаже. Соблазны нет в продаже. Он в лабиринте, он да. Он вроде как есть, но нет, 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 нет. В наличии нет. И вот как. То есть, получается, мы с вами находимся в дилемме. С одной стороны, выбрать себе книги для чтения, где-то список подобрать, хотя бы список составить. А с другой стороны, найти эти книги, чтобы их можно было прочитать. И пока я добрался до того, чтобы эти книги прочитать, они из продажи исчезают. Потому что, когда они были в продаже, я не знал, что их нужно покупать. Потому что я не знал, что есть, допустим, такой автор. А теперь, когда я знаю, я не могу купить эти книги, потому что их нет. Какой вариант может быть? Коллаборация? То есть, допустим, какое-то сообщество людей, допустим, где-то где-нибудь в Телеграме мы собираемся, у нас есть интересы, какие мы книги хотели бы покупать. Соответственно, если, допустим, люди, которые будут брать взаймы книгу. То есть, допустим, кто-то купил, прочитал, дал другому взаймы, потом обратно вернул. Первый вариант. Второй вариант, допустим, человек, который говорит, что я покупаю все. Вот у меня бюджет на месяц, там 10 тысяч рублей на книги. 5 тысяч рублей на книги, ладно. 2 тысячи рублей на книги. Мне интересно, вот какие-то авторы, я их покупаю себе в библиотеку. Соответственно, если кто-то идет в магазин, в книжный, он видит эту книгу, он ее покупает. Вот для того, кто всегда покупает книги, таких как я, если они есть в наличии. Вот так. Это такое видео редкость на канале, поэтому дальше мы продолжим в обычном режиме работать. Буду делать отзывы. Может быть, раз в месяц. Может быть, два раза в месяц. Может быть, один раз в три недели. Посмотрим. Но второй поток, который у нас идет по понедельникам, это машины и аппараты пищевых производств, будет идти без остановки. До конца июля, потом сентября и там до конца июля 24-го. А вот июль и август попробуем. Может быть, что-то из тех книг, что я запланировал, я вам раньше показывал, я уже дочитаю к тому времени. И сделаем, допустим, отзывы там не раз в две недели, а отзыв, допустим, будет раз в две недели. Это, допустим, за два месяца это 4-5 отзывов. Допустим, сделаем 6-7 отзывов за два месяца. Посмотрим. Но каждую неделю отзывов, скорее всего, не будет больше. Потому что я не успеваю читать с такой скоростью. Плюс, кроме этого, нужно еще какие-то другие дела делать. Однако, поскольку мы с вами сегодня очень хорошо посидели, давайте, наконец, пишите комментарии. Напишите мне, вот по теме этого видео, напишите мне комментарии, какие интересные есть книги. Напишите. И возможно, что у вас есть ненужные вам экземпляры книг. Я готов у вас их купить. Опять же, вот по тем темам, которые заявлены. Языки, социология, антропология, философия, история. То есть, история на последнем месте. То есть, если там столько какие-то, может быть, какие-то редкости. Может быть, какой-то редкий том Тойнби с комментариями какого-нибудь хорошего историка. И так далее. Я надеюсь, что это видео было полезным, и что вы возьмете хотя бы частично что-то на вооружение. И мне будет приятно, если вы напишите комментарий, если вы поделитесь этим видео в социальных сетях, отправите его в мессенджерах тем людям, которым оно могло бы быть интересным. И на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всяческих успехов. И до новых встреч.